Что вот в этом тезисе «Будьте как дети» вообще, собственно, содержится? Ведь как раз детей-то легче всего развести, казалось бы, да? Ну, собственно говоря, когда вы были дети, вас и развели. Гресть. Помная вовлеченность в процессе. Да, вовлеченность. Вовлеченность в процессе. Причем не вовлеченность в процесс, а вовлеченность в определенный процесс, по определенным правилам. То есть были навязаны определенные правила, прежде всего правила именно для мышления. То есть сформированы определенные ходы умственных тенденций. И теперь, вот я говорю, многие люди там на улице, они даже этого не замечают. Они продолжают делать вид, что что-то такое серьезное происходит, и они в чем-то участвуют. И это очень важно. Ну вот, например, сейчас ужас какой-нибудь скажу. Вот 9 мая. Это важно или не важно? А с какой позиции? А с какой позиции? Давайте посмотрим. Ну, я говорю, можно любой другой пример. Просто это вот как бы такой... Я вот в Фейсбуке наблюдаю, как народ что-то уж совсем в разнос пошел по этому поводу. И меня заинтересовало действительно. А ведь раньше это было так важно, да? А почему вдруг сейчас это не важно? А какая важность важнее? Как вообще важность выстраивается, да? Ну, то есть как делается развод? Все именно так и делается. Пока мы делим на такое, именно на такое. В любом случае это участвует. Так вот первый развод, как вы думаете, с чего он вообще начался? На что вы поделили что-то там? Где? Родители боги были. Ну, это понятно, что они боги, или там боги, кто им рассказал, там учителя. Так а на что произошел развод-то? Получают любовь посредством какого-либо поведения. Ну, во-первых, да, получили кнут-пряник, да, включили вот этот механизм, очень хороший. Но его включили по поводу чего-то очень важного, с чего все, в общем-то, и начинается. Вот, совершенно верно. Совершенно верно. Вам начали прописывать реальность. Реальность. Ну, дальше уже пошли оттенки этой реальности, что реальность либо такая, либо такая. Есть политическая реальность, есть социальная реальность, экономическая, индивидуальная, дальше экзистенциальная, там как угодно можно прописывать. Это есть всякие учителя, которые это все... Но самый-то прикольный момент во всей этой истории, что она есть где-то. И вот если вы помните, когда вы были детьми, у вас-то на самом деле всегда стоял вопрос, а где эта реальность? И вы все время спрашивали, а что вот это, что там, а что будет, если вот это, вот это? И вам все время говорили, отстань. Да, потому что где-то подсознательно, вот все программы, они знают, что вот пока вы были как дети, вы задавали самые правильные вопросы. Вы хотели найти, где же реальность, потому что вам начали утверждать, что она есть. Ну, например, там, откуда я появился, откуда все появилось, там, кто кого сильнее, ну, раз реальность есть, значит, есть какие-то. То есть вы все время хотели, ну, ребенок, он так построен, он все время хочет найти предельные, предельные какие-то штуки, от которых можно оттолкнуться, потому что его шучатся думать. Так а вот где реальность? Сейчас вот прям как дети зададим этот вопрос. Вот именно вот так, как надо. Внимание, наверное, вписка внутри, как выясняется. Может, реальность это просто мозг, свое вот ощущение. Вот, смотрите, вас удовлетворяет вот то, что вы сейчас отвечаете? Не совсем. Не совсем? Да, поэтому я сюда пришла. Не совсем. То есть даже если вы скажете, что реальность это внимание, ну, дальше начинаем, а где внимание? То есть просто мы один термин заменили другим, да? Вместо реальности подставили слово «мозг» или слово «внимание» или слово «внутри». Можно? Можно? Да. Вот, я в результате самого наблюдения такого, я обнаружил, что есть просто осознание. То есть внимание — это, так сказать, это направление вот этого осознания. То есть кажется, что кто-то ищет того, кто осознает. То есть я вот с помощью учения там Романа Махарша исследовал себя. И ум ищет вот этот, ну, то есть есть наблюдатель, вот, и он пытается следить за этим наблюдателем. И потом происходит момент такого расслабления полного и понимаешь, что этот ум — это и есть этот наблюдатель, который просто осознает. И вот как-то это сознание, оно растекается. И, ну, вот, не знаю, как это вот у меня произошло, но я не знаю, точно ли это. Не точно, но происходит оно именно так. Нет, все. Итак, вот все бы хорошо было бы в этом тексте, если бы он еще сказал, где это происходит. Это реальность, вот то, о чем ты говоришь? Это в реальности происходит? Ну, не знаю, вот, как правильно сказать. Я просто, когда пытаюсь измывать этот момент, вот, есть просто какая-то тишина пустая. Пустая, вот за ней нацепляешься, и эта тишина, она граничит с вот этим воскресеньем звуков, ощущений, зрения, вот этого всего. И вот как будто это, значит, кажется, что это что-то раздельное сначала, а потом ты начинаешь понимать, что эта тишина — это и есть вот как-то вот примесь вот этого всего. То есть вот... Так, можно там, возьмите стульчик. Я слушаю внимательно. Итак, вот все-таки ты сейчас строишь какой-то нарратив и пытаешься нас куда-то затащить. Вот ты нас затаскиваешь в реальность, говоря о тишине, говоря о сознании. Ты нас в реальность затаскиваешь или куда? Я пытаюсь описать просто свои ощущения, наблюдения. Я не хочу никому ничего как бы навязать. Просто я не разобрался в этом моменте. Да, да, да. Поэтому я и здесь вот, и я... Да, да. Говорю, что вот, не знаю, происходит как полная отдача. То есть ты расслабляешься, ты уходишь как бы в медитацию и наблюдаешь, что вот эти ощущения, они все есть. То есть мир, он продолжает действовать, все вокруг происходит. И начинаю осадить, то есть возвращать внимание, то есть какое-то внимание, оно распластанно вот так вот. И когда ты начинаешь возвращать внимание, вот я невольно открыл глаза во время этого момента, когда я почувствовал, что осталось только дыхание, которое было вот этой точкой опоры, чтобы вернуть свое внимание, как бы, в... Ну, я могу сказать, что это такое тело, но это будет, наверное, не точно. Но видишь, ты все равно продолжаешь нам рассказывать. Идет нарратив. Теперь вопрос, я говорю, самое-то главное, с чего разводка началась. Где реальность? Где вот это, то, о чем ты рассказываешь, происходит? Заходим как-нибудь. Может, где-нибудь... Там, где отсутствует то, о чем рассказываешь. Зачем мы рассказываем? Зачем... Ну, насколько абсурдно само понятие говорить о тишине. Да. Вообще пытаться облечить. Мне кажется, есть... Да. Я много времени проводил, провожу за тем, чтобы говорить об этих вещах самим. Иногда самим собой, иногда другими людьми. Но у меня есть ощущение, что все это из-за напряжения по поводу того, что нет получения того, о чем ты говоришь. Потому что если это произойдет... Никогда не получается, да. Если это произойдет, это произойдет один раз навсегда. И больше не нужно будет вообще ни о чем говорить, нигде присутствовать. И все. И мы только из-за этого, возможно, под этим напряжением и собираемся. Да. То есть вот любая попытка что-то выразить, это попытка это сделать реальностью. И если это получится, все. Ну, сами понимаете, чушь какая-то. Словами-то не получится, да. То есть то, что вы сами себе напридумывали, это есть реальность? Как бы, ну, такой командовый вариант, что вы напридумали, субъективный идеализм. Да, да, да. То есть реальность. Но ничего лучше не стало, правильно? То есть просто вы решили закрыть этот разговор, как это делали там родители ваши. Отстань, займись лучше делом. Так, а, и так вот, вот здесь, смотрите, и опять же, если мы говорим о нарративах, или же мы говорим о некой такой вот, действительно, бытийственности, да. То есть когда мы говорим нарратив, это все-таки, я говорю, мы из памяти достаем старые слова со старыми какими-то смыслами. И из них что-то такое конструируем, да, кино такое. Ну, в принципе, и вот сейчас вы это делаете. То есть вы же, когда на меня смотрите, у вас есть такой автоматический конструктор, который говорит, ой, это человек. У него два уха, два глаза, нос, там, и дальше начинается. Я в Петербурге, это комнаты, это то-то, это то-то. Понятно, да? То есть идет такой конструктор, который никакого отношения к реальности нету, потому что все, что мы достаем, это фотографии мгновенные. Мгновенные фотографии. То есть мгновенная фотография человек, мгновенная фотография тишина, мгновенная фотография, ну, любое слово, это мгновенное. Если это фотография, то там нету вот самого главного, да? А чего там нету? А кто запечатлевает? Да, а кто, вот, кто запечатлевает? Совершенно верно. Кто вообще вот все это делает? То есть вот моментальная съемка идет, фиксация событий идет, разговор о ней идет, все бы замечательно. Я говорю, вот в этом разговоре вас всех и вставили. То есть вам сказали, что вот эти кадры правильные, а вот это неправильные. Вот эти, скажем, приоритетные, ну, вот там, например, мы победили в войне, да? А это неприоритетные, это все вот враги. Ну, обычно так еще и делится. Помните, мы говорили, основной вот этот момент разделенности, он еще и не просто маркировал, что есть реальность, а что реальность – источник опасности, и мы вообще жертвы большие в этом состоянии. Поэтому вот вопрос с реальностью, только не вопрос, как к смысле размышления, а вот вопрос, как будто вы в детстве, когда у вас еще нету нарратива посмотреть в эту сторону. А как это сделать? Вот если бы ваши родители были вменяемые, они бы вас остановили и помогли бы вам не бегать по словам и пытаться объяснить, а просто вот сконцентрироваться на этом состоянии, где реальность. А если не вменяемость? Ну, не вменяемый – вот результат. Ну, надеюсь, что вот в результате таких действий кто-то начнет становиться, ну, чуть-чуть хотя бы вменяемый, и уже не так будет вот отфутболивать своих деток, а пытаться, в общем-то, посмотреть. Потому что вот когда вам ребенок такой вопрос задает, это Бог вопрошает. То есть не вы над ним стоите, а он-то как раз находится у начала. У него еще есть эта возможность взглянуть в эту сторону. Вы уже забыли, и поэтому вы и не можете им еще ответить. Ставим младенцем. Не надо говорить, надо просто вот действительно вот подумать, а где это мы сейчас вот сидим с вами? Нарратив искать, закидывает, я уже говорил, мы сидим в комнате, комната в доме, дом в Петербурге, Петербург в России, Россия на Земле, Земля в Солнечной системе, Солнечная система в Галактике, Галактика во Вселенной, а Вселенная где? Ребенок-то вот про этот момент спрашивал. Его не интересовали ни галактики, ни... Его интересовало, где Вселенная? Ну, у него была маленькая просто Вселенная. У нас вот в эту Вселенную уже вот такой вот... А вот где Вселенная? А в голове где? А голова где? И это не тема ответа, это вот тема концентрированного вглядывания, вот в это состояние. Концентрированного вглядывания. Там вот есть коврики, можно взять, если что, на пол. И где-то там выковаривает стул. Где я? Да, помните вот этот вопрос? Вот вы сейчас сидите, а где вы сидите-то? Пространство. Ну, это опять что-то началось. А пространство в чем? Ну, это... В нас. Нет. В нас. В пространство. А нас где? В чем? А тут все написано. Все это значит вы родителя включили. Хватит. Прекрати. Вот в том-то и смысл, что вот не надо говорить все. Надо вот износить действительно, ну, до предела. До предела. Чтобы у вас действительно вот последние попытки выразить это в пространстве, в Боге, в сознании, в уме. Как еще можно вот, как довести до предела? Как вот еще и защититься, чтобы как-то это... В бесконечности. Как получается? В информационном поле. Ну, сами понимаете, когда вы это говорите, это бессмысленно. Правильно же? Когда получается, ну, это... Когда мы все это пытаемся описать. Бесконечности. Ну, я говорю, можно эквиблировать. Одно с другим соединять, другое с другим. Может, ищерпаем потом, в конец все же, в концепции. В концепции не остается, и будет просто ничего. Но ничего это просто в концепции. В отсутствии и отсутствия. И вот ничего тоже туда же в топку. Получается, есть просто присутствие. И вот просто присутствие туда же в топку. И но туда же. И тогда... Все туда же. Почему мы смеемся? Потому что это так смешно. Вы нигде. И пытаетесь это нигде разукрасить разными словами. И типа вы где-то. Что мы делаем, когда смеемся? А смеемся, это мы как раз замечаем. То есть, в нас такой божок открывается, он такой... Э-э-э-э, идиоты. Радость, это же... Это божество. Смех, это Бог. Не всегда. Всегда. Смех не всегда. Ну, дальше уже пошли градации смеха. Ну, вот смех такой вот, такой над собой. Вот он как раз божественный очень. А скалочное выражение агрессии у животных. Ну, и началось. И жена сказала. Я спросил, что жду из смеха. Знаете, в штате Юта жену можно бить палкой не толще большого пальца мужчины. Я ну-ка рука. Попробуйте. Извиняюсь, это я дурю просто так. Это у меня шутки такие дебильные. Итак, смотрите, вот еще раз. Не так бы мы разогнались, но это же правильно. Потому что, я вот говорю, пока у нас есть попытка хоть как-то об этом сказать. Об главном вопросе, где я, да? Или что такое реальность. Вы ездите по чужей колее, да? Это кто-то, родители, учителя, там, профессора, там, в книгах прочитали. Это вы достаете файлики из прошлого, в которых ничего нету, а не мертвые фотографии. Типа пространство, информационное пространство. Причем самое интересное, что вот когда я говорю реальность, где реальность, где я, или что такое реальность, да? Ведь, в принципе, помните, мы говорили вот эту тему о словах, что без разницы, с каким словом так разбираться. Ну, реальность просто, оно самое первое, когда нам первую вот эту выкинули противоположность. Типа, вот есть ты, есть вот там, где ты находишься. Некий объем всевозможных описаний, в которых ты живешь. Живешь, там, любишь, воюешь, там, побеждаешь, проигрываешь. И вот, 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 вот. Но если нету этого объема, то все остальные тоже, вот, моменты, они тоже растворяются. Здравствуйте. Растворяются. Растворяются. Что тогда такое внимание, какие-то... Ну, это то же самое, вот, обратите внимание, это то же самое. Внимание то же самое, что реальность. Концентрация. Концентрация тоже, что внимание и что... На что? На что это то же самое. А тогда, почему... Подождите, это очень важно. То есть, пока вы выкидываете какие-то эти штуки, это значит, вы в реальности. И пытаетесь ее защитить. Ну, ум ее пытаетесь защитить. Потому что ум выстроен именно благодаря тому, что вот есть вот эта оппозиция. Есть я и реальность. Потому что если оппозиции нету, то у ума вообще не о чем говорить. Или есть еще? Так вот, еще раз. Никакие вот смыслы, которые вы получаете, даже самые духовные, даже самые просветленные, даже самые великолепные рассказы различных просветленных, ну, вообще вот, не в кассу. Не в кассу. А как попасть в кассу-то? Вказаться все. Никак. Никак. В кассу еще раз говорю. Вы находились в кассе, когда были ребенком, и когда вот это запредельно чувствовали, и хотели, чтобы вам каким-то образом указали на него. И чтобы вот попасть в это состояние, это и называется медитация трансцендентальная. То есть вернуться в состояние тогда, когда в кассе ничего нет. Вернуться туда можно только одним способом. Начать, ну вот сначала, ну, с первого вопроса. где я нахожусь, или где реальность. Да, позволю. Я не могу, где реальность. Ну, только примитивный опыт был, но вот я увидела вот это вот, почему-то палилась. На детском аттракционе с детьми, и когда очки вот эти 3D, и мы сидели в комнате, но было такое вот ощущение, что ты там едешь, и страх появился прямо на секунду. И тут же мозг такой, так, стоп, мне что-то не страшно, ты безопасно в комнате. И вот я понимаю, что в какой-то момент, наверное, тоже вот так произойдет, что все это, ну, такой же аттракцион, как вот там был аттракцион. Ну, мозг так отразил. Ну да, все вы уже это заметили, что это аттракцион, поэтому вы здесь. Наверное, вы уже должны когда-то кто-то щелкнуть и понять, что это такой же аттракцион, как там я взяла аттракцион. Это, ну... Да. Теперь вот просто все разговоры только для того, чтобы это видение стало, ну, как-то вот совсем вот той реальностью, которая реальна, а не той реальностью, которая строит аттракцион. То есть у вас даже уже аналогии есть. Все вы уже понимаете, что эта реальность немножечко, ну, вот, она вот такая вот, закомплексованная, да? Она... Ее обслуживает ум, потому что он в ней живет. Да. И что? Выйти из этой реальности. То есть есть какие-то технологии, связанные с медитациями, связанные с различными направлениями, там, в мистических традициях, там, религиозных, там... Ну, путь есть, да? Путь. Путь. И все эти пути, в общем-то, указаны. Ну, вот даже, если опять же вернуться к христианскому пути, пути этики, да? Ну, условно назовем. То есть христианство, оно построено на том, чтобы человек стал искренним, говорил правду, не врал себе, окружающим. Не врал не просто вот в смысле словами, а каждым своим действием. То есть не изображал что-то искусственное, ну, то есть социально обусловленное, а становился вот собой, ну, вот в самом с вами естестве, и опять же попадал вот в эту ситуацию, будьте как дети, без всяких медитаций, обратите внимание. Вот то, что там сейчас говорят, это очень сложная медитация. Медитация, ну, есть даже в философии несколько таких направлений, которые в это вошли, там, феноменологическая редукция, то есть зачищение ментального вот этого смыслового пространства, языкового, видя, что все слова пусты, и так вот ты вот зачищаешь, зачищаешь, и в ничто попадаешь. Где ничто тоже не термин, а за пределами, да? То есть, вот, соответственно, феноменологическую редукцию, ее очень трудно делать. Она требует изощренного ментального контроля. То есть вы должны действительно сидеть и отслеживать, как вы продолжаете чужой рассказ рассказывать. То есть основная тема сейчас, вот о чем я сейчас говорил, чтобы вы перестали транслировать чужие мысли, а попали естеством туда, где вы находитесь. За вот эти 3D-мешуру. Попасть туда невозможно. Видите, неизвестно, куда идти, все равно выскакивают вот эти информационное пространство, пространство тишины. Все равно, видите, выворачивается ум, пытается что-то проецировать. Ну, типа, у нас такая ситуация. Я вас спрашиваю, вы что-то сказать должны. Ну, да, просто я пытался описать, но это скорее немножко совсем другое. Просто... Другое это то же самое? Ну, нет, я о том, что... А, у тебя лучше? Ну, я не знаю, просто как это описать. Просто это... Тогда смотри. Правда, я наблюдал, вот, какие-то вещи. То есть, вот знаете, перед словом, когда... Видишь, ты свое защищаешь. У тебя... Я пытаюсь просто описать, и это ли, это оно ли, вот. Ну, я же сказал, что это не оно. А ты продолжаешь. Оно, это было оно. Но то, как ты это делаешь, ты его превращаешь в не оно. Мне кажется... Высекаешь вот этот момент? Это сложно перепутать, когда попадаешь в это состояние, ты абсолютно понимаешь. Да, и все вы в нем были периодически. И... Ну, как... Все равно... Собираешься на личность, и живешь в жизни. Да, да, да. Вот я говорю, основная проблема, что вы продолжаете собираться, автоматически выбрасываетесь. Просто вот вы те, кто начал замечать вот это, что есть оно, и есть не оно. Но... Оно, это вот только тогда, когда вы там сатсанги какие-то слушаете, или текст какой-то читаете, или на природу попали, там у вас в сатаре было небольшое. В общем, какие-то были мгновенные жизненные опыты, и вы вдруг почувствовали, что вроде бы вот есть что-то настоящее, причем даже непонятно, потому что про это уже тоже наговорено всякого, и превращено в ненастоящее. Вот я говорю, думаете, вот христианство, вот когда оно зарождалось, и Христос вот рассказывал, это было оно, но почему-то оно вот превратилось вот в няунь. И вот... Ну, можно ли какими-то вот, я говорю, методиками, вот это оно, ну, застолбить и вот увеличить вот этот зазор, когда вы действительно вот из этого вот близко... А вот нужно ли стараться для этого вообще? Точно! Что за вопрос? Мы сейчас сидим вот так все, и все равно сидим. Точно! А некоторые не первый раз, даже заняты. Да, 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 и многие уже старались, и даже кто-то может на какие-то там випассаны съездил, там в Индию, еще куда-то, и там... И кто-то тоже не один раз. Постарались очень хорошо. И действительно... И даже вот я, когда он говорил, остановите, сделайте вот эту финалологическую редукцию, это я, да, вот вам напрягитесь, типа, перестаньте выбрасывать. Но если есть цель, то это значит уже все, это не оно. То есть можно расслабиться? Ну, в принципе, да, там как бы один из таких вариантов, другой вариант подхода к этой же ситуации, это просто, да, расслабиться и отпустить все. Что толку искать это? Если все равно... Да, заходите. Это к нам нет. Что толку искать, если это все равно пальцем в небо, да? Помните? Все время мы ищем палец вместо того, на что он указывает. Если не искать, а как-то бы найти. Пошел искать, не нашел, убрел себе. А это, наверное, надо себя почистить. Вот вы сказали очень правильно про природу. Попадаю в лес, и все, я вне пространства. Ну вот и осталась теперь такая фотография. Голова пустая. Ладно, расскажите. Да, вот вы эту фотографию остались, и вот теперь она у вас вне оно ведет все время. Представляете? То есть вы были в оно, а теперь оно превратилось в не оно, вот как церковь стала. И теперь вы когда думаете, вот как бы мне вот это воскресить, вы вот сразу вот не в ту степь. А я знаю. Ну, в принципе, да, любая точка зрения, она доступна. Но если вы хотите вернуть мгновение, которое... вот я говорю, вот я говорю, почему так, все слова так и сделали с миром. Все первые слова, которые говорились, они были вот такие совершенные, и говорились из того места. А потом они превратились в структуру умственных тенденций. И все. И вот так же можно умертвить, я говорю, любую практику, любого святого, любого святого мгновения можно умертвить. И заходите, вот если там коврик, если... И вот еще раз, есть техника, как этот зазор увеличивать. Давайте медитировать вот на то, вот на то, что ничто. Но если мы медитируем на то, что ничто, это мы уже медитируем на мертвое. Потому что то, что ничто, стало одним из... Одной из фотографий. Снова оно превратилось в реальность. Тогда на что медитировать? Куда напрягаться-то? Есть кто-то, кто медитирует? Есть какая-то медитация? Это же тоже отделение. Да, да. Вот, да, вы уже... Вот. Видите, вы понимаете, что что-то я не той фигней занимаюсь. Что вот... Заметь, потому что очень много людей, которые медитируют на что-то и вот ждут. И у них там десятилетиями это происходит. Ну, это не совсем что-либо что, а состояние души в данный момент оно очень сильное. Скажи, так. Вот сейчас. Вот это. Вот сейчас. Вот сейчас. Нет, вы рассказываете, вы даже глаза закатили и где-то там... Это мгновение счастья, оно может быть только где? Сейчас. Сейчас. Никакого другого мгновения счастья нет. Все остальные мгновения — это мертвичина. Вот. Вот и весь смысл того, чего мы сейчас собрались делать. Как прямо вот сейчас, не медитируя, не напрягаясь, не расслабляясь, ну, потому что уже все испорчено этими действиями. Ну, разве сейчас не там? Да. Да. Весь прикол, что вы именно там. А как вы это делаете не там? Всегда там. Всегда там. Молодец. И глав другого места нет. Всегда там. Да. Потому что вот то, как сейчас из вас исходит внимание, это божественный свет. Но почему-то, каким-то образом, у вас есть еще кто-то. кто-то хочет увидеть этот свет, чтобы убедиться, что да, ну, да, да, да. И он так быстро это делает, что он становится вами. И вы теперь сидите, не божественный свет, а вот вы, вы, я. То есть божественный свет сейчас светит, он там, и все там. Но почему-то сверху сидит кто-то из чего. Кто говорит в голове. Да, кто говорит в голове. И у кого проблема, да? Помните эту известную тему про личность. Что какая-то личность выращена вот на этом антагонизме, что есть какая-то реальность. Ты приезжаешь, ну, ты, наверное, наблюдатель. Включай. Включай. Кто говорит. Просто инфа какая-то идет, и все. Нет, просто инфа. Это вот уже вот вообще вот как-то неприлично. Божественная инфа идет, а не просто инфа идет. Иногда пурга идет, божественная пурга идет. Нет, ну, раз иногда пурга, то вы вот в пурге и находитесь. Вы из пурги сейчас и разговариваете. То есть, видите, у вас текст не божественная инфа. Из божественной пурги. Из божественной пурги. Видите, а эта личность еще и оправдываться начинает, что она типа в курсе, что есть божественная пурга, и типа она из нее говорит. Но вы же говорите не из божественной личности. Ой, да, не личности. А как говорить из божественной личности? Слушай, а ваши сатсанги Каждая секунда священная, выхожу в состояние священности. Ой, какая молодец. Блин, записывай все. Ладно, хорошо. Да, гирлянду. Это самое. Так разве говорение, вот, любое, которое происходит, в божественном, не бывает? Видите, вы вопрос задаете, значит, не божественное. Раз вопрос-то задает тот, у кого проблема. Раз вы его сейчас озвучиваете, значит, то, что вы сейчас говорите, это не божественное. Вы не верите в то, что может быть божественное. Ну да, как бы есть это еще божественная тема, открыть в себе чистую веру. Кстати, это тоже очень сложный инструмент, который тоже очень испорчен. Потому что у нас под верой поднимается всякая дребедень. Ну, принятие тоже же дело. Ну, я же говорю, всякое дребедень. То есть, как попасть в чистое вот это вот, а вы в нем прямо сейчас находитесь? Ну, его нужно увидеть как-то. Просто есть личность, которая себя обуславливает тем, что она видит вокруг, и нужно просто ее как-то границы восприятия. Видите, как вот происходит? Он, личность, она такая умная, она сразу же начинает возглавлять этот процесс и всему давать расстановки. Она ждет вакуумцевой бумажки какой-то, что якобы она туда проникла, но она не может это увидеть. Ну, да, да, и вот, и даже сейчас вот она говорит. Видите, она такая самокритичная еще. То есть, она и самокритичная. Видите, это не искренний разговор. Это все такая дьявольская вот эта двойственность. Да, вот я же говорил, это очень просто делается, поэтому тогда получается, что нужны вот эти медитации, когда мы ум загоняем в тупик. Что вот мы ищем реальность и начинаем видеть, что вот мы сидим в комнате, комната, мы во вселенной. А где вселенная? Дальше. Когда-то часто происходит, что я берешь вот, типа, думаю, что бы, я существую, но как я могу существовать? Я существую, но я не могу существовать. Да, да. Я вот так, он цыклится, цыклится, и потом, боп, он куда-то уходит. Да. Ну, все бы, хорошо бы, если бы вы делали именно вот то, о чем вы сейчас рассказывали. А сейчас вы рассказали это с позиции личности, да? Личность рассказала о том божественном процессе затупления ума и превратила это, ну, так вот, в какую-то безделицу. И поэтому, именно поэтому вы этим и не занимаетесь никогда. Что думать о реальности, да? Что думать о реальности? Что ловить вот это самое? Это же, это же вот ты пошел за хлебом и в булку хлеба вперился и стоишь. Где я? Бывают такие моменты, когда происходит естественно. Да. Кстати, надо замечать, что... Ну, это еще похоже, знаете, как типа пошел что-нибудь упорол, а потом другу нам рассказываешь, я, ох, там вот так вот меня штырило. Да, да, да. Это то же самое. К сожалению, вот все наши вот сейчас разговоры именно таковы. Ни один еще пока не сделал вот делание. Все пока рассказывают об нем. Причем делание... Если мы постоянно говорим, когда же делать? Да. Его никогда, оно вот только сейчас его и можно делать. Вот я говорю, весь прикол, что откладывать больше некуда. Можно это делать только прямо вот сейчас. И каждый раз, прямо сейчас. Видите, что мы делаем? Мы все время откладываем это куда-то. Что типа сейчас я наслушаюсь и вот тогда начну делать. А сейчас как это делать? Тогда давайте начнем. Начали? Сразу в уме, видите, такое начинается. Глаза закрыть или не закрыть? Или там... Так, а что начнем-то? Испортил тоже. Но это ничего страшного. Продолжайте. Можно? Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok как вы, откуда у вас выходят вот эти вот... Это хорошие люди, которые что-то говорят. Они хоть что-то озвучивают. У остальных это в голове автоматически быстро делается. Что-то опять началось. Я говорю, когда вы были маленькие, вы не знали, что делать. Но это делали. Ну, например, жили, да? А сейчас, даже здесь вы умудряетесь не жить. А куда вы знаете? Прокачивание. Я сейчас живу. Отлично. Вы ему верите? Прыгал. А аргументы? Ну, осознание в жизни. Ну, вот видите. О, ну началось. Ну, началось. Ну, видишь, ты как бы хотел изобразить истину. Как ты не пытался? Как ты не пытался? Ты сказал, что я здесь живу. Каждый человек, это тоже живет. Здесь живет. Получается, я нет. Который говорит, я-я-я-я-я. Его нет. А вообще не будет? Просто есть, ну, понимание существования, и все равно есть. У каждого человека понимание того, что он живет разный. Если задать вопрос с детям, то там вот ответы такие. Я живу, потому что у меня есть мама. Потому что... Ну, это уже мама им рассказали, почему. Ну, значит, они все ложные, раз свой ответ. Но... А должно быть одинаково? Нет. Ничего не должно быть. А когда дети играют, они же живут? Можно как бы и не сдавать. Даже можно уже про детей не думать. Вы и есть эти дети вот сейчас. Мы сейчас пытаемся играть в игру зажить. Пытаемся играть? Ну да, пока что пытаемся. Что такое жить? Дышать. Ну ты вдыхаешь и выдыхаешь. Да. Дыхание и выдыхание. Я хотела сказать, можно такое дурацкое слово самая единственная дефекция. Когда ты начинаешь понимать, что ты вдыхаешь и выдыхаешь, и по сути, тебе в принципе ничего не нужно. Ну то есть ты дышишь, и для того, чтобы тебе дышать, тебе получается ничего не нужно. Ничего не нужно, да. Вы знаете, вот это очень страшно, потому что у меня стал разваливаться, сейчас объясню, у меня стал разваливаться по сути мир. То есть вот эти все. То есть ничего получается не надо. Не, уже хорошо. Ну дело в том, что на каком-то моменте где-то месяц новая, когда я понимала, что по сути, ничего не нужно, у меня начались какие-то странные панические аттапы. То есть вот я просыпаюсь, я еще не проснулся до конца, и начинается такая паническая аттапа, что я неправильно живу, что не так сделала, что ваш возраст такой, там, ну я не знаю, почему, вы знаете, это какой-то кошмар. Вот интересная история. То есть вот человек рассказал про мгновение, когда он начал жить, в простом варианте, просто обнаружил, что для того, чтобы дышать, ничего делать не надо, оно само дышится. что оказывается... Я вот в эту девочку попала, и я выглашу, у меня вот девушка говорит, все разваливается. Вот этот вот цирк, вот этот вот аттракцион, его не существует. Точно. Кто-то говорит, какие-то новости в телевизоре, какой-то интернет, люди о чем-то все время говорят, а как правило, все говорят об одном и том же, все переживают одно и то же, болеют одинаково, боли сплывают одинаково. Ну, понимаете, здесь, ну, как бы, ну, вот все, ну, в моем 40-х годах, я понимаю, что все одинаково. Вот этот вот цирк, я стала замечать, и я ушла в эту точку. Так, у кого панические атаки в вашем случае? Вот, понимаете, да, вот кто-то вот, кого-то вот... Кого-то вы задели, да? Задело, да. Ну, то есть это не вы задели, а его жизнь задела? Да. Потому что он-то на самом деле живет вот в тех историях, которые картонные картинки. Но вы понимаете, что он мне непонятно? Но вы, так как с ним очень сильно отождествлены, у вас этот страх начал персонифицироваться, как будто это с вами панические атаки. Не вот с каким-то персонажем, ведь персонаж, про которого вы говорите, это одна из картинок. Я понимаю. Нет, вы не понимаете, потому что вас панические атаки задевают за сущность. За живое, за самое-самое. За дыхание, наверное. Да. Как может дыхание задеть то, чего не существует? Вот вы нашли то, что настоящее, и попали туда, увидели все ненастоящее, и вот из этого ненастоящего вдруг что-то выскакивает, и вас за живое крючком каким-то вот так... Как это, если то ненастоящее все? Как оно может задеть дыхание? Очень страх большой. Страх. Может быть, он как раз уже за того самого ребенка задел. Да, да. Потому что ребенок это испугался, который как-то не жил, который ничего не надо. Но ребенка именно так вот и сделали. Первое, что ему наделали, это страхов, чтобы он боялся потеряться, боялся попасть в нем, боялся-боялся. Совершенно верно. Но эти первые страхи, они точно такие же пустые. Задевать-то не за что. А как вот возникает страх, если ребенок, например, никак, мы сейчас не поймем. Вот у человека это вот как раз на уровне переживания. Это хороший случай. То есть, что дай мне смотреть и не думать. Нет, не лучше. Как раз лучше посмотреть. Нет, я говорю не в страх, а в саму причину. Мне как раз надо туда зайти, а я не могу. Вот тогда начинайте выискивать, кто не может. Ну, это известная, простая вещь. Ну, это понятно. Тот, кто дышит, его вообще ничего задеть не может. Для этого ничего нет, да? Кого задевают? Что такое у вас там дорисовалось? А может быть, как раз того, кто боится, что все распадется, и тогда что-то... Ну, да. Но если то, что распадется, это ничто, это пустое, так какой смысл в его страхе? Зачем вы с ним играетесь? Если то, что распадется, пустое, и тот, кто там боится, пустой, как он вас задевает за живое, посмотрите, за что он цепляет. Значит, есть что-то еще вот в этом живом, неживое, где-то там в самом действительно глубоком уровне, где вы еще отождествлены с каким-то вот первым таким я, которое вы думаете, что вы – это вот вы. И что вот, когда вот все это рухнет, что и дадут по башке и этому, да? Ну, типа, меня никто любить не будет, закончатся ресурсы для еды, для питья там, или там еще что-то. Вот он где-то там в глубине боится, но если... Это же не он дышит. Вот если вы через дыхание попали, это очень хорошее. Обычно через дыхание это и ловят. Знаете, одна из самых мощнейших техник – это наблюдение за дыханием. Потому что здесь деться некуда. Оно просто происходит. И вы начинаете это замечать. Оно просто происходит. Не убавить, не добавить. А это и есть жизнь. Никакой другой жизни – это тоже верный момент. Дыхание – это жизнь. Никакой другой жизни у вас нет. А раз для того, чтобы вы жили, ничего делать не надо, а откуда что наращивается? И вот тогда начинается вот это замечание. То есть умение сконцентрироваться на дыхании и смотреть. И вот во время дыхания замечать. А где реальность? Видите, реальности никакой нет. Реальность вам дыхания не прибавляет. Нет никакой объективности. Ну там можно говорить, что кислород заходит. Но это чушь. Какой кислород заходит? Из таблицы Менделеева. Есть кислород? Нет, есть история про кислород. Есть история про атомы, про молекулы, про маленькие атомы, про электроны. И дальше та же хрень, что и со Вселенной. Где вот тот бозон Хиггса, который ищут, дураки, найти не могут. Где он находится? В какой реальности? То, из чего все эти кислороды, водороды, тела выстроились. Такая же хрень. Действительно. Дыхание есть, кислорода нет. Нет, история про кислород есть. Есть социальная вот эта вся система. Очень нормальная. Потому что благодаря ей мы можем там разговаривать и вести различные истории по поводу, как наше тело страдает, когда нет кислорода, еды или еще чего-то. И как нужно улучшить условия. Ведь вот посмотрите, вся наша жизнь, это что такое? Это избежать ситуации, чтобы у нас не забрали еду, кислород и любовь. Воду. А? Ну, воду. Ну, дальше там еще детали какие-то. Все это, вот вся вот эта экономическая система, все эти ученые, которые там химию, физику делали. Вы думаете, они это делали для того, чтобы реальность познать? Нет. А чтобы технологии появились. И при помощи этих технологий теперь сидеть и ничего не делать. Так они молодцы. И тогда... Да. Вот вы теперь сидите и ничего не делаете. А зачем вы? Вот зачем это все? С тысячелетия напрягались наши деды и отцы вообще там войну. Ну, они там же жили ужас, потому что все время думали, вот когда, наконец, в будущем сядут и заживут счастье. А что значит заживут? Вот вы сейчас сидите, вы счастливы? Вот они боролись, войну победили, индустриализацию провели. Все, теперь вы можете часами сидеть сатсангами заниматься. Ну, не жрать же картошку с этим, с каплуном. Ну, кто-то и думает, что это счастье. Ну, вы как-то быстро доперлись, что, ну, один раз ешь вкусно, два раза ешь, раз съездил на море, два раза съездил. Все. Наши деды и отцы бились за то, чтобы я вот теперь сел и вот что. Вот именно за это они бились, чтобы вы сейчас вот этим занялись. Потому что, если они бились для того, чтобы вы на Марс ракету очередную запустили, ну, это чушь. Видите, уже ее запускает какой-то маска, а наши вообще уже забыли про ракеты. Это ерунда. Никакие ракеты, потому что, если ракеты запускать, это типа там есть реальность. Ну, какая там реальность? Ну, будет то же самое, что вот вы приехали в Турцию или в Египет. Видели? Та же самая реальность. И вот вы на Марс прилетели. Даже если там встретят вас какие-то гуманоиды. Ну, вот в Африку приехали, там негры ходят. Ну, ходят и ходят. Вы через пять минут их замечать не будете. Правильно же? Вы везде стащите свой собственный мир. Куда бы вы ни приехали, вы вокруг тут же организовываете свое собственное пространство в форме отношений ко всему. Отношения-то ваши изнутри будут. Нравится, не нравится, хочу, не хочу, не хочу. И вот вы уже как бы пронаблюдали, что вот в этой мишуре никакого смысла нету. Ну, уже такого смысла, который вот смысл-смысл. А некоторые наши начали даже замечать, что типа, ну вот как я заметил, ну неужели дурнем помру? Как-то надо разобраться во всем этом. И вот для этого сейчас есть время. Все технологии были для того, чтобы несколько часов в день вы могли просто вот концентрироваться. Не как вот в древней Индии, только там продвинутые риши могли уйти в лес, их там деревня содержала, и они в это время... А вы все можете этим заниматься. И даже в Индию, помните, не надо ехать. Два часа времени вы элементарно можете организовать у себя дома. Ну, большинство. Ну, если вы не гастарбайтер из Узбекистана. Но они пока местные на сатсанги не ходят. Но и они тоже хотят что сделать. То же самое, чтобы вот наконец заработать деньги, сесть и успокоиться. Не думать о деньгах. А о чем думать? Вот мы сейчас об этом думаем. А вы даже не понимаете, о чем думать, куда думать, что это такое мы делаем. И главное, что старый сценарий сюда не всунуть. Ну, вот как в школе учились. Давайте учить там иностранный язык. Ну, и запоминаем, да? Или давайте учить математику. Вот есть алгоритм. Видите, алгоритмов нету. И самое интересное, что действительно алгоритмов нету. Все алгоритмы, я уже говорю, это мертвые прошлые опыты. Было много там всяких духовных течений, которые выродились. И вырождаются прямо на наших глазах. Ну, вот коммунизм, например. Что же религиозное течение? Философ. Нет. Ленин философ. Какой философ? Какой? Он похоронен по-древнему... Он похоронен по-древнему ассирийскому этому самому. У нас лежит мумия великого учителя. Ну, это как-то из его учения так вот все вышло. Мало ли, что там он хотел. Вот. То есть, и все то же самое. Ну, даже, я говорю, религиозное учение, это не учитель делает, а его последователи потом превращают. Это они его в мумию превратили и в сегурати содержат. И до сих пор вокруг него и Григор такой собран. И люди там до сих пор шаг в сторону боятся сделать. В своем мышлении, да? А вы типа можете. То есть, вы видите, что нет, вот эти все эти схемы. А это значит, а что тогда делать, если нет маршрута? Ну, типа вот сейчас сангеры новый маршрут прокладывают. Но это что они делают? Они умершляют вот эту адвайту. Ну, кстати, адвайтисты уже ее умершвили. Поэтому большинство новых вот этих людей, которые сейчас, это даже не адвайтисты. Ну, они типа адвайту там чего-то. Но адвайтисты уже успели все это делать. И самое-то интересное, это делать должен ты. Никакого учителя, кроме тебя, нету. Это должен делать ты. Поэтому и нет сценария. Ну, то есть, единственный сценарий, это, ну, есть люди, которые просто вот, ну, вот как женщина заметила, да, что хоп она, мир-то развалился. И я заметил, хоп она, мир-то развалился. А как соединить совместимое и совместимое? Вот давайте это, вот давайте на это пометить. Как совместить какие-то положности? Как вот в этой реальности-то жить осознавать, как тут жить совмещать? Еще раз, видите, как вы хитро вывернулись. У вас есть еще представление о какой-то реальности, где вам надо жить. Смотрите, вы вроде бы все разрушили, и в то же время осталась какая-то реальность, которая еще не дорушенная. Значит, вы не все разрушили. Ну, конечно, это я, как раз оно меняет. Ну, да, значит, оно пытается скрепы какие-то вот эти, патриотические, сложить. Слепить все обратно. Да, вот оно слепит. А он, конечно, боится, у него рушится все, из-под рук выходит все, улетает вселенная в небытие. И вот прямо сейчас это надо добивать. Ну, а кому-то начинать этот вот... Ну, в принципе, я говорю, все уже это начали, раз вы здесь сидите. Ну, какой смысл сюда ходить? Причем это делается прямо сейчас. И давайте продолжим. Уже поняли, что делать? Нет. Дошло или нет? Нет. Вопрос тогда? Ага, хорошо. Так, я тогда буду додавливать то, что додавливаю. Еще раз. Помните, начали мы с вот этой трагедии «Будьте как дети». Дети – это значит максимально искренне. То есть без всяких подмешиваний. Самый главный замес – это страх. Вот страх он все выбрасывает. Потому что, я говорю, тут же вот выскакивает вот этот аргумент. А как я дальше жить буду? То есть вроде бы поняли, что вот то, как живется, это какая-то лабуда, это вот эта вот 3D-хрень. Это 100 долей. Да. А вот нет, в том-то и дело, что там неизвестно. И вот это страшно. Вот весь-то прикол-то, что вот туда-куда, вот зайди туда не знаю куда, найди то не знаю что-то, вот как раз оно вот именно такое. Там ничего такого, на что вы опираетесь, до сих пор не будет. Поэтому и вот опереться-то не на что. И вот что я сейчас делаю, это вот опоры из вас, под вас пытаюсь выбить. И вы соглашаетесь, представляете? То есть сейчас происходит самое ужасное. Потому что некоторые люди думают, что когда вот будет вот этот вход, типа там у меня проблемы все отпадут, и я буду вот как этот счастливый. Видели там все эти, кто ведет сатсанги, они такие довольные. Рекламная пауза. Это книга «Всеохват». Многие о ней знают. Она написана моим учителем Альтар. Это лучшее средство подвести ум к его пределам. Осталось несколько десятков экземпляров, поэтому вы можете их еще заказать, обратившись ко мне в личной переписке на страницах ВКонтакте и Фейсбуке. Удачи! И излучает такое счастье и радость. И такое вот... Многие-то именно сюда и ходят за этим, что думают, что вот сейчас я в проблемах живу, а когда я избавлюсь от этого 3D, наступит радость и счастье. Лиза все портит сейчас. А что она там начала? Ну, в своей жизни, которая сейчас происходит, она портит представление о том, что будет чисто. А что у нее там? Ну, там, семейные проблемы. А, ну, конечно, да. Молодец. Все будет хреново, смиритесь. Так это хорошо уже, Джо. Нет. Интересно послушать, что она говорит про это. То есть вы-то, конечно, оцениваете, семья рушится там и еще что-то, да? А она-то, как она, по-моему, в нее втонулся и все. Еще радость не сидит. Еще радость не сидит, да, сияет. Больше... Надо посмотреть, что она сейчас говорит. Я-то помню, что ее как-то это вообще не трясет. Разваливается семья, ну и хорошо. Ну, в смысле, не хорошо, а это просто вот как дыхание дышится. Семья разваливается, это выдох. Что-то новое будет создаваться, это вдох. Нету в этом ничего. Ну, на теле тоже сказывается, какие болезни физические. Ну, да, да, тело, оно действительно, это самый инертный механизм. Он, конечно, если вы, например, начнете там праноедением заниматься, оно зачахнет у вас. Понятно, да? Или там еще какие-то дела. Да, оно инертное, оно будет сопротивляться мощнее всего. И вот обычно аргументацию даже такую выдвигают. Вон эти половина ведущих этих неодвойтистов умерли от рака, да? Че это за перспектива такая? Вообще бы задуматься надо. А че это они умрут-то? А должны же в сиянии, вот то ли дело эти самые буддисты, варжрайнисты. У них радужное тело. Они знаете, как уходят? У них тело исчезает в радугу. И они становятся вот этим всем, прям вот без, это называется, переход без остатка. То есть даже трупа нет. Ну, ногти и волосы. А для кого разница есть? Он от рака умрет или в радужной тело? Да, вот для нас и есть. Нас же пугает эта перспектива. А все равно, ну как бы, все равно, что вот здесь все сидящие, что от рака умрут, что в радужное тело превратятся. Какая разница? Хорошо. Нет, человек не говорит. Мы же тоже ведь испаримся, когда умрем, то есть в земле мы испаримся, в этом мире. А в чем тогда разница? Мы, это кто? Или просто выйти в землю? А в радугу не больно, а от рака больно. Вот и правда. Кто-то сказал, а вы можете, знаете, вы можете, пожалуйста, пойти, да? Пусть я выяснился. Ой, заговорили о самом важном. Смерть такой, да, один. Да, смерть, момент Амора, да, это действительно последний предел, который напрягает больше всего. Потому что вот с реальностью, кстати, один из основных моментов, это действительно, а реальность смерти, это реальность или не реальность? Вот загробный мир, это другая реальность или это та же самая реальность? Ну, а тогда о чем разговор, если это та же самая? Пока только в словах. Да. Какой загробный мир? Ну, зачем продолжать? Чего? Зачем продолжать? Зачем эти размышления, с которыми мы не... Ну, да, во-первых, это мы уже сразу себя ловим, что мы начали фантазировать о будущем, и вот это уже... Да, это уже такая брехня жестокая про все эти перерождения, про загробные миры. Это все жупелы, которые должны напугать нас. Ну, или, ну, обычно же, вот в чем идея загробного мира, что ты там либо в рай, либо в ад, поэтому веди себя как следует. Видите, оказывается, реальность как работает? Если она, вот, реально, это стимул вас пряником и кмутом нагнуть в какую-то сторону. Ну, или не нагнуть, а, там, заставить каким-то образом действовать. Или не действовать. Или не действовать. Можно просто понять, что действует, что убирает все, все переходящее, все, что ты делаешь. Да, наговорил. Это все до тех пор, пока ты видишь, что это действительно есть угроза. А вот когда, вот, как бы, девушка, да, что она увидела, что это угроза, это липовая. Какой рай, какой ад. Это история. Это нарратив. Что рай и ад, это... Что это такое? Да вы сейчас кто-то в раю, кто-то в аду, а кто-то из одного места в другое перебегает периодически. Рай и ад — это ваши переживания. Если у тебя страх, если у тебя негативные эмоции доминируют, ты уже в аду. И в смысле, что ад — это и есть просто, что ты так к этому себя приучил, что и дальше, когда какие-то там типа ментаморфозы в виде молекулярной структуры будут происходить. Знаете же, да, молекулы-то никуда не деваются. Даже умершие, все атомы... Вот все умершие, их атомы по всей Вселенной, ну даже с материалистической точки зрения, до сих пор болтаются. Даже все слова, которые, знаете, есть... Мне кто-то рассказывал, что сейчас там какой-то эксперимент делается, что можно в пространстве найти речь любого человека, который умер там тысячу лет назад. Потому что вот я сказал, это вибра... Ее можно найти. Зачем? Вот, это точно. Точно. Чтобы что? Ну, чтобы вот про реальность что-то такое понять. Вот все эти истории про ад, про рай, про устройство молекулярного мира по поводу всех этих самых, это все попытки вот эту реальность каким-то образом продолжать вам вкручивать в мозг. Только ему все равно мало будет всегда. Ну, а да, ему этого мало, поэтому эти истории бесконечности. Тысячи книг, тысячи ученых, тысячи философий, тысячи мистических представлений. И еще раз говорю, мы-то сейчас вот прямо здесь. Зачем мы, сидя здесь, плаваем там? Ну, вот, например, я вам рассказываю вот эти истории. Ну, я вам рассказываю, потому что вас же чем-то занять надо. Вы же не хотите сразу сидеть, у вас сразу вопрос, что это мы делаем? То есть, видите, мы делаем только одно, изнашиваем ум, чтобы у него просто вот такие вопросы не задавались. Пока у него задаются вопросы, пока у него есть страхи и опасения, он будет всячески выворачиваться и каким-то образом избегать этой ситуации. Хотя самое интересное, что, а кто вот созрел для того, чтобы вот его вывернуть? Кстати, самое ужасное, это он же и созрел. Ничего, кроме реальности ума, нету. Ум дышит. Тело — это умственная конструкция. Вообще, все ум. Вот. Вот это вот следующий момент. Вот когда до вас дойдет, что реальность — это просто ум в разных вариантах, и он всегда выворачивается и так, и так, и так, и про загробный мир, и про пустоту, и про техники, и про то, что техники. Это все ум. Но ведь кто-то его видит, это как-то, ну то есть вот... И вот теперь вставят вопрос, действительно, а чей это ум? Есть ли вот дистанция между вашим умом и моим, или граница какая-то? Это то самое ощущение, когда ты чувствуешь, что вещи, которые говорятся, они говорятся из одного и того же места, что и твои вещи, которые говорятся. Какая-то очень сильная эмпатия, как будто я не знаю, какое слово я это говорю, как будто мы все один и тот же человек, сам с собой заговаривающий. Ну так и есть. И ты можешь вот якобы здесь что-то о чем-то говорить и даже отложить, но ты потом придешь домой, и твой сосед стоит на кухне и говорит на эту тему. Откуда он узнал? Это как контекстная реклама в интернете. Нам кажется, что за нами там следят, нас слушают, но мы, возможно, просто сами все это бесконечно создали. Да, но если у вас вот такие галлюциногенные вещи уже поперли, это уже хороший уровень. Кстати, это один из признаков, что вот началось, что пока вы четко разделяете свой ум и другие умы, тогда есть и другая реальность. Ежели вы начинаете замечать, что вот где граница между моим умом и вашим умом. То есть вот моим телом и вашим телом типа есть граница, но сами понимаете, это история о реальности. Где клетки, где атомы, где молекулы, и на элементарном уровне волновом информационном мы понимаем, что это вот одна волна. Правильно? Волны же у нас пересечены, мы с вами одна волна, совершенно верно, на информационном волновом. Но информационно-волновой ум, вот эта концепция, это все ум. Ум об информационно-волновой структуре, это ум. Вы герой моего мультика получаетесь, да? А? Вы герой моего мультика. Да. А почему другие мультики? Вот, вот теперь надо повыяснять, вот действительно, где другой-то. Вот это следующая медитация. Первая медитация, это износить себя по поводу реальности. Заметить, что реальность это нарратив, который просто ум строит. Что в словах смысла нету, содержания нету, никакой, вот я же говорю, где вселенная? Вселенная в уме. Ну это последнее. А ум где? Ум в уме. А это где? В уме. Ничего кроме ума нету. Но в уме почему-то произошла шизофрения, что типа есть твой ум и мой ум. И они видишь никак друг с другом договориться с ним. Вот у нас сейчас основная проблема, что вы никак не можете согласиться, что... Вот у меня есть очень много, то есть я просто про это не рассказываю, случаев, когда мне люди пишут, что они становятся мной. Ну потому что в покой смотрят эти дурацкие сацанги. Вот особенно один у меня есть знакомый, он грибы ест. И он говорит, что вот у меня есть друг, который может просто это засвидетельствовать. Я, говорит, когда съел, попал в трип, я начал говорить. Мы включили YouTube, ты там говоришь то же самое. И он говорит, меня как вклинило, что я это ты. То есть он говорил тот же текст, который в YouTube говорит вот этот... Ну это его касается, конечно же, понятно, да? Что это действительно так и есть, что это не фокусы никакие. Что на каком-то уровне, когда вы от себя вот этого сегментированного отходите, но обычно это вот почему-то в изменённом состоянии, вы попадаете в общий ум, и действительно вы можете говорить то, что другой говорит. И знать, и быть им другим. Полностью отождественным. Но это, говорю про эти прогребные всякие дела, это не наша тема. Это тоже способ вас вывести в сторону. Потому что это такая замануха, так интересно. Это же можно, как там, знаете, мысли другого человека. Действительно, можно войти в голову любого человека и начать делать, а он будет говорить то, что я вот хочу. Ну ещё можно остановиться. Он называется гипноз, например. Ещё можно на какое-то время остановиться на этом. Но это сейчас мы... Только есть грибы. Так, сейчас мы опять... А потом и пойдём ещё. Сейчас мы опять отвлеклись от самого главного. Мы-то подошли к самому интересному. Я говорю, где я заканчиваете, и где твой ум? Вот вы, да, вот вы сейчас ещё сказали, можно войти в мысль другого человека. Кто-то входит в кого-то другого. Это всё рассказы ума. Это у него такая сложная есть история про это. И волшебная история про волшебные истории. Это всё ум делает. Это неинтересно. Я говорю, все эти вот трипы, это бильберда полная. Все эти озарения, просветления, это всё, вот я говорю, это было одно мгновение, когда это происходило. Дальше это умерло. А если он об этом рассказывает, это он всё просто превращает в мёртвое. Не надо ни о чём рассказывать. Никогда никому не рассказывайте о своих глубоких переживаниях. Иначе вы их умертвляете. Я самому себе рассказываю всё. Ну, а себе-то зачем? Потому что не уверен. Да, потому что не уверен. Молодец, совершенно. Что такое? Потому что уверенность. Потому что хочется пережить опять. Да. Ну, а это и есть неуверенность. Что ты боишься, что надо подкрепить. Почему это не является? Погласно. Ну, потому что это эго оживает. Это значит, появляется кто-то, кто это присваивает. Всё. А тот, кто присваивает, мы же сказали, это мёртвое. Это просто произошло. Это просто произошло, как дыхание. Да, совершенно верно. Да, вот у вас был опыт, что вы другим мыслями читали. Ну и что? Ничего особенного. Был опыт, что там Дева Мария явилась каким-то детям с небеса. Да, у меня проблема, у меня этот опыт повторяется каждый день, потому что мы каждый день собирались в реальность. Ну и отлично. В какой-то момент понимаешь, что... То есть я вижу, как она запускается. Да. Обычно это через день, день. Ну и запускайте её, вы запускатель в реальность. Я вижу, как она появляется. Вот. Я не спускаю её. Я появляюсь вместе с ней. Вот вы появляетесь вместе с ней. Проблема? Вы появлятель? Нету проблемы. Это один из феноменов ума. Он сейчас вот так играет. До этого он играл в другую игру. Это как-то... Удивляет. Да. Удивление очень хорошее чувство. Оно же и создаёт ощущение, ну, чего-то такого, ради чего жить. Так играет. Да. Кстати, вот удивление, оно с одной стороны, лакмусовая бумажка, которая говорит, что вот вы в ту сторону попадаете, а с другой стороны, это тоже такой способ получать удовольствие. Потому что это как в детстве. В детстве же всё удивляло. То есть, да, удивление — это вот показатель. Но и за него тоже смысл цепляться не стоит. Ну, или не цепляться, а уделять ему какой-то особый... Ну, как-то внимательно это... Ну, да, как-то так вот. Да. Дух-то всё равно есть. Нельзя же отрицать присутствие Духа то, что реально с постоянным мозгом, но это понятно. Поэтому она одинаковая, постоянно повторяется. Дух где? Дух где? Где он есть? Здесь. Здесь где? Вот, а вот, вот, в уме. Это ум. И про Дух говорит, и про реальность, и про здесь, и про то, что этого нету, и про то, что гореть в огненной гиене будете. Это не у меня ничего нет. Нету этого? Не боитесь? Ну, вас, видимо, не пугали как следует. Тогда получается, у нас, на самом деле, очень страшно, если присутствие только... Вот, единственное страшное, и вот теперь вы разбирайтесь, где это страшное появляется, как это страшное из небытия вас за бытие хватает. Можно ли я? Да. А вот он есть, он просто существует, он видит, и кажется, что как будто он происходит в моей голове, а на самом деле это происходит в нем, и моя голова происходит в нем. Молодец. Видите, какой у тебя ум? У меня вообще сейчас шикарная позиция, я вас могу в любой случай закруглить вот в эту концепту, и даже ее теперь можно закруглить, я говорю, это все не про то, это все вывертый, вот это, и это вывертый, и вывертый, все это ум. Единственный момент, что мы каким-то образом свой ум отделили от других умов, и таким образом родилось эго, и вот у этого эго начались страдания и страхи. Если мы увидим, что границы между моим умом и вашим умом нету, все, значит нету и границы между мной и реальностью. И тогда что остается? Нет, будущего не будет. Сейчас что происходит? Ты вот смотришь в эту сторону или нет? Где твой ум соединяется с моим умом? Есть ли там граница между ними? При помощи чего она выстроена? Ну вот я говорю, граница обычно выстроена просто, вот у него вот тело, ум у него типа в мозгу, и типа вот там что-то у него в голове происходит невообразимое, и поэтому я опасаюсь, а вдруг он на меня палкой стукнет. Но это не про ум разговор, это про реальность. Мы про реальность сказали, что его нету, но в смысле он есть, конечно же. Вот я говорю, еще один момент, что вот в этой истории, когда я вам говорю, что вот давайте побудем там, где побудем, там происходит соединение противоположностей, а не разъединение. Что вы одновременно есть, и вас одновременно нету. Реальность одновременно есть, и одновременно нету. Вы одновременно один, и вы одновременно все. И причем это не просто вот ментальное, а вот именно это надо вот видеть, как они соединяются. Видеть вот эту соединенность, что, ну, в начале на уровне ума, Я говорю соединенность, что его атомы И молекулы, его вдохи и выдохи Перемешаны даже на уровне молекул с моими Понятно, да? Его там энергетические волновые вот эти Функции, они пересечены в тонком мире Информационном, это одна и та же матрица Колышется Вот матрица прикольная в этом плане Там их прям прорисовано, то есть циферки Циферки, вдруг выпуклые вещи Ну где-то так вот оно есть Что вы просто эти выпуклые Бели Можно вопрос? Если пришло понимание Что этот мир создан Ну то есть есть понимание, что Полностью все созданно, то есть я У меня есть создатель, планета есть создатель Вот что с этим делать дальше? Посмотри туда Ты же это умом создал Создателем Я к этому пришел через фракталы Я везде вижу фракталы Да, такой вот у тебя ум Он видит фракталы Это после грибов Не обязательно Не обязательно Можно айваску Можно Я, например, помню Портвейна выпил на Большом проспекте У меня вот то же самое А? Просто физику изучал Конечно, как-то он пришел Ну и пришло То есть А ничего Вот в том-то и дело, что Это ум Рисует фракталы Эти фракталы Создают какого-то создателя Который является первой матрицей Этих фракталов Создатель Это же вот та матрица Из которой все по подобию Начинают фракталиться Понятно, да? Ну и ничего Вот просто есть такая картинка У тебя в уме Все Где создатель? Ты о создателе думаешь Как вот она думает о духе О духе ты думаешь Умом Отделяешь создатель Да, отделяешь Совершенно верно Если ты его не отделяешь То тогда создатель Получается думает тобой О Вот это уже круче Создатель думает тобой Поэтому он думает и мной Поэтому и твое думание И мое думание Оно не может быть отдельным Это создатель Мною и тобой думает Так играет в такую игру Мозаику Вот знаете как Очень простой вариант Вот смотрите Если вот из-под воды Вот так руку вытащить И будут пять пальцев видны И так шевелятся Думаются О, пальцы сами шевелятся Но если зайти глубже То увидите Что тут рука И что Вот так же и вы И вот здесь Мы с вами вот Из какого-то вот такого 3D пространства Вылезли И такие типа шевелимся Вот сейчас все сидим И каждый думает Что он сам думает Вот так вот Вот видите Большой палец Так двигается Этот так Они же не видят Что они соединены И он там реагирует Ой, а вдруг мне средний палец Сейчас спинок даст Ну-ка, ну-ка, отойду Понятно, да? Вот сейчас вы Вот так вот сидите Думаете Одно Думает Каждым из вас Именно поэтому Вы меня и слушаете Потому что Если бы вы были отдельными Вы бы меня не слышали вообще Мы так Друг друга Поэтому и понимаем У нас есть сочувствие Эмпатия И вот все это Потому что Оно потому и есть Вплоть до глубокой Вот это Когда совсем Срезонация происходит И вы тогда Начинаете вот вообще Вот прям вот Ну Для этого нужно Вот чтобы была искренность А искренность Это значит Ну Проявить любовь Это вот Высшая форма соединения Что такое Вот это вот Искреннее Приятие Другого Но это не мозг Нет Какая-то случая Если все Мозг Конструкции Только мозга Нет Мозг уже Конструкция Про мозг Мозг это Самая примитивная Конструкция Это В анатомии Его наконструировали Там Те кто Эмпирической Наукой занимался Сейчас Вот если вы Послушаете Черниговскую И других Вот кто там На стрее Этой Нейрофизиологии Стоит Или вот Саламата Того же Который Глубже всех Потому что В отличие от них Он не от ума идет А из другой стороны У него видите Он как быстро Продвигается Потому что он С другой стороны Шарит Они-то все Из ума Вот это пытаются Скомпилировать А он изнутри Видит Как они Это все делают Что Это не ум Ну в смысле Не мозг В смысле Не мышление А ум Это вообще Все То есть Еще раз У нас У нас просто Такая проблема Видеть Что Не раздельные вещи А вещи Это единые И вот тогда Начинает Вот это Проникновение Появляется Понятие Духа Бога Души То есть Начинается Всякая Мистика Вот такая Мистика Она как раз Исходит Из того Что Все Едино Но Это Тоже Ум Это Все Ментальная Конструкция Да Ментальная Конструкция Только Эта Ментальная Конструкция Чуть Получше Типа Поэтому Те Которые Религиозные Они Материалистов Раньше Просто Убивали Говорили Это Тупые Козлы Но Потом Материалисты Победили Они Стали Религиозных Убивать Потому Что Те Тупые Козлы Но Вы Индукция Дедукция Есть Такое От Общего К частному Или От Частного К Общему Конструкция Любви Это Вообще Не Про Гормоны И Не Про То Да Вот Есть Любовь Которая Высший Ум Вот Высший Ум Это Есть Любовь Да Вот Высший Ум Это Когда Вообще Нет Разделенности Не Просто Вы Думаете Что Вы Едины А Вы Прям Смотрите И Видите Нет Еще раз Говорю Вот Есть Ум Дискретный Он Мыслит Тупыми Мыслями Есть Ум Объединяющий Он Мыслит Концепциями Есть Ум Который Там Начинает Мистическим Опытом Мыслить А Есть Божественный Ум Это Любовь Это Я Сейчас Наговорил Ну Продолжается Та же История Но Видите В этой Болтовне Появился Какой-то Вот Какой-то Чего-то Там Ну Тоже Что Парень Пытался Там Сказать Когда У него Был Опыт Да Так Вот С Любовью Все Очень Как Раз Конкретно Что Любовь Это Не Термин Который Вот Там В Художественных Фильмах А Любовь Это Абсолютная Искренность Это Когда Вы Больше Ни за Что Не Прячетесь Открываетесь Полностью Вот Ну Когда С Любимым Человеком Так же Делаете Ну Там Тоже Все Равно Подбираете То Божественной Любовью Практически Люди На земле Не Обладают Человеческая Любовь Это Лишь Маленькая Тень Божественной Любви Да Одна Из Грани Поэтому Греки Так И Греки Человеческая Любовь Это Лишь Небольшой Опыт Божественной Любви Чтоб Люди Хотя Не Забывали Об Этом Состоянии Единства Глобального Большая Любовь Это Как Маха Маха Ситхи Христос Будда Ли Что Какие То Видишь Ты Начинаешь Концептуализировать Если Бы Докабы А А ты Поделай Так Ну И Дальше Что Ты Чувствуешь Конфликт Все Любви Нету Конфликт Есть Да 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 Вот Смотри Здесь Дальше Это Мы Начали Уже Психологией Заниматься Конечно Так Оно И Делается Ты Должен Человеку Говорить Правду И Что На самом Деле Каждый Человек В душе Тоже К этой Любви Прикреплен И Он Через Некоторое Время Это Увидит Что Ты Ему Сказал Правду Вначале Будет Жуткий Конфликт Кстати Очень Много Историй Именно Так И Поначалу Тебе Скажут Кто Ты На Сам Деле Да И Ты Начнешь Говорить И Вначале Это Действительно Такое Притирание Конфликты Поэтому Все Очень Любви Боятся Даже Плотской Любви Мужчины Боятся Женщин Женщин Потому Что А вдруг Обманет А вдруг Вот Да И Начинаются Презентации Какие А здесь Как бы Пройти За Пределы И Тогда Ты Выходишь Божественную Любовь И Уже Тебя Интересует Не Конкретная Женщина А Вообще Все Ты Начинаешь Видеть Через Это Чувство Помните Вот Этот Фильм Кузнечика Люблю Не Могу А Человека Вообще Монаха Бес Где То Как То Режиссер Поймал Этой Игрой Я Просто У меня Так Уже Трехичный Вопрос Да Я Встал Буквально Какое Время Назад Трудно Сказать Что Практиковать Ну Стал Некоторые Ситуации Когда Я Раньше Бойки Страшно Стал Говорить Пошли Конфликты Ну Да Пошли Конфликты Потом Столинство Бывает В теле Такие Страхи После Да Конфликт Вроде Ничего Какое Время Встает Буквально Тело Ну Да Поэтому Это Порезвие Ситуации С прошлого Вот И Снова Стал Крыл Поэтому Эта практика Самая Сложная То есть Вот Вначале Как говорится Надо Авгива И конюшни Почистить Маленько А это Разобраться Со всяким Дерьмом Которое У тебя Уже Набрано Можно Сказать Искренне Правду И с любовью Можно Сказать Искренне Правду И с любовью Да Вот эти Три слова Они Вот Все Об одном Но Так Жить Невозможно Вы же Сразу Вам На шею Сядут Да 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 Поэтому Для этого Ты должен Быть Очень Уже Сильным Чтобы Вот В такой Позе Ну Это Я Совершенно Верно Совершенно Верно Вот Что Оказывается Мир Такой Говнистый Потому Что Ты Такой Как Только Ты Себе Говнецо Разобрал Становится Уже Не надо Никому Ничего Говорить Никто Не Садится Конечно Никто Не Садится Все Садятся Только Потому Что Ты Такой Сам Да Потому Что Ты Все Время Вот Мы Уже Говорили Ты Один Ум Ты Разговариваешь Все Время С Самим С С С С С С Вот Это Очень Вот Как То Надо Так Во Всех Конфликтах Когда Вы Куда Попадаете Сразу Поймите Но Попробуйте Представить Что Это Ты С С С С С Что Это Ты Всегда Разговариваешь С 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 Да И Вот Сейчас Вы Мне Пытались Что-то Доказать А Вы С С С Потому Что Меня Нету У Вас Есть И У Меня Есть Как Вот Только Представление Если У меня Мир Отделенный То Вы У У меня Не Отделены То Я Просто Понимаю Ну Да Вот Игра Такая Есть Я Сам Себя Не Понимаю При Помощи Этого Человека И В Этому Проблем И Нету Потому Что Понимание Становится Все Больше Я Вот Кстати Этим И Занимаюсь Только Для Того Чтобы Меня Больше Людей Начали Убеждать В Что Они Понимают А Значит Это Я Понимаю Это Я Вообще Не Понимаю Разве Вы Не Заметили Что То Что Я Предлагаю Делать Это Включить Полное Непонимание Полное Непонимание Но Не В смысле Тупенькую А В смысле Вообще Вот Безупречное Непонимание Осознанное Непонимание Вот Молодец Осознанное Осознанное Непонимание Что Все Это Вот Сейчас Делаются Какие-то Жалкие Потуги Включить Осознанное Непонимание Прямо Вот Сейчас Его Не надо Когда-то Отложить А его Прямо Сейчас Надо Осознанное Непонимание Прямо Тотальное Вот Как Любовь Сейчас Вот Извините Сергей Я Понимаю Что Ваша Доктрима Ваши Целы Она Существует Возьми Вот один момент. Я – проявление этого божественного сознания. Я. Нету никаких «мы». То есть мы как бы все формы этого сознания. Я – все формы этого сознания. Да. Вот наше «мы» как бы проявление своего. И он говорит через нас, смотрит через наши глаза. То есть я говорю через вас. Да. Моё. И вот тогда вопрос. Если все это сознание божественное, ну получается, есть какая-то иллюзия, какое-то сновидение, что я это, я нахожусь здесь, какой-то я, да? Да. То есть получается, у меня это как слухнет. Да, да. Здесь это только одно. Да. И что же это происходит? Вот это иллюзия, сон – это иллюзия. Да, это вот галлюцинация сейчас такая происходит. Галлюцинация. Да, точно. Ну или иллюзия, или сон. Вот сейчас мы во сне. Я во сне думаю, что вы сейчас говорите, как какой-то мужчина, которого я не знаю, и он чего-то мне хочет втереть. Что это не я сам с собой разговариваю, а я во сне почему-то вас никак не могу полюбить. То есть, ну, полюбить не в смысле, как вот вы, а вот в смысле принять вот все, во что вы говорите, как будто это я говорю. Ну, не как будто, а это я и говорю. Нет, хорошо. Я просто интересуюсь, почему вы такие иллюзии, такие сонные, что вот какой-то я, а то есть есть, если у меня нет, а есть только это сознание, это божественное, да, то вообще почему вот так оказалось, что я вижу только вот это божественное, не только часть себя, но оно не видит себя вот так в своей бесконечности. Вот это такой удивительный момент, почему же я этого не вижу? Вы, и я, именно вот все, что я делаю, я вот себя хочу пробудить и сказать, что как же это я так вот туплю-то, вот все время через эти вопросы, через это видение, как же это я так умудряюсь не видеть этого очевидного, вот то, что очевидно, что Бог, есть любовь, и это и есть мое самое естественное состояние. Нет, хорошо, а как это все произошло? Допустим, до моего рождения... А, началось, да. То есть пока не было этого тела, пока не было этой личности, и сознание, как это все происходит, потому что я за это... Смотрите, вот здесь на самом деле все уже очень просто, вот кто слушает всякие эти вещи, это настолько очевидно. Откуда вы взяли историю, что вас не было? А, меня интересует... Нет, подождите, вы перескали... Откуда, кто вам рассказал, что вас не было? Это ж кто-то вас научил этому взгляду? Да, наверное, да. А теперь вот выясните, а было ли такое мгновение, когда вас не было? Понятно. Наверное, если все, что мы сейчас обсуждаем... Да. Но вы так говорите, как будто вы тут ни при чем. Что-то там делает, действует... А вы-то где? Так вот, мне интересно, если... Вот кому? По камне. Нет. Что значит, у вас еще кто-то есть? По камне. Но вы же должны заметить, что вы, когда это говорите, вы уже обманываете сами себя. Как это может быть пока мне? А когда будет не пока, кому это будет? Кто... Типа вот сейчас пока вы, типа, глупый, а вот потом станете умным. Ну я не согласен с собой грибочкой, поэтому пока... Ну да, без грибов, конечно, тут уголь. Я могу говорить с точки зрения вот человеческого меня. Да, все, вы сейчас показываете одну из точек зрения. Все, только и всего. В ней... Она не плохая, не хорошая. Это одна из точек зрения. Нет, не зрение, пожалуйста. Я... Хорошо. Хорошо. Я буду не интересен. Если все это божественно, да, это сознание, это все ум... Если, оно и есть божественно. Да, допустим. Нет, не допустим. Типа вы знаете другую истину, когда вы говорите допустим. Да, да, у меня существует только как допущение. Стоп! Значит, у вас есть другое знание. Зачем вы допускаете то, что... Зачем вы городите то, о чем вы не уверены и делаете допущение? Зачем это нужно? Сербию, я только обращу с вами. Хорошо. Я не понимаю, как произошел этот сон. Вот, а в нем, я думаю, что-то станет на места. Не станет. В вашей картине мира не станет. В той картине мира, которую вы транслируете, в ней ничего на места не станет, пока вы не здесь. Ну, значит, такой вопрос задавали мужу. Да, да, ага, ага. Спасибо. Хорошо. Если изначально все воедино, если изначально существует только сознание, то все люди одно. А вот как произошло тогда это разделение между людьми? Как? Ну, лучше ему говорить. Ну, вот так произошло разделение, то есть было сначала только сознание, потом оно подумало, что нам нужны тела, создало эти тела, и почему-то решило, что вот все эти тела, ну, и каждое отдельное тело, это точно. Каждое отдельное тело, оно развивается. Вот. И считаю, что все другие тела, как бы ни одно, и все ему угрожают. Вот вся эта психология, я считаю, развивается. Ответить? Ответить? Муджи пошутил. Ему было жалко этого человека, он не хотел его вводить в ступор, он понимал, что этот человек все равно в определенной парадигме жмет. И он ему в рамках этой парадигмы рассказал эту историю. Он ничего не ответил, Муджи не ответил. Ну, зная, что Муджи все-таки это вторгнутый чувак, и знает, что на самом деле все эти концепции, это галматия полная. Он просто человека поддержал. Ну, я так вижу. Так он всегда поддержал? Да, всегда. Вот. Это уже высокий уровень. Поддержать даже глупого человека в его глупости, не расстраивать его, не доводить его до истерики. Потому что он еще как бы не готов. Если бы же человек спрашивал немножко уже со сдвинутым, наверное, может быть, он что-то другое бы ответил. Исходить с той точки, где человек сейчас. Да, где человек сейчас. Если это не стоит обсуждать ответный мудж, значит, если я правильно вас понимаю, существует только вот это, вот это, да, единство, это сознание, и все. Это ум, мне сейчас говорит, что я только в этом месте, я отвергался в этом зале, что вы отвергались от меня, что вы отвергались от меня, на самом деле, для этого это вы и есть на суде. Ну, можно так, да, сказать. Но это, видите, в рамках разговора. Вы же не делаете это. Еще раз говорю, смысл, разговаривать уже больше его нет. Вот эти философские клубы, которые я вел, когда разговаривал, это вот как бы столкнуть сознание, начать его, чтобы оно уже больше не транслировало вот эти истории. А чтобы вот начало прямо вот сейчас не предполагать, что там будет, или, допустим, что так будет, или вот если в этой концепции это так, то будет вот так. А вот прямо заметить, что это же вы сейчас, вот из этого мгновения, вот это все городите. А где вы это делаете? Не в том же, про что вы рассказываете. Это кино. Еще плюс это вторичное кино. Потому что вот есть это кино, вот в этом кино, типа вот сейчас стоите, это рассказываете. И есть еще кино воображаемое, где есть вот эти парадигмы. И вы вот про них сейчас вот говорите. И хотите... И в принципе так и делалось. Все наши сознания втянуты в эти парадигмы. Я же говорю, у нас еще со школы. Вначале в позитивистское мировоззрение, где вот все атомы отдельные, все люди отдельные, все объекты отдельные, втянули. Потом в религиозную парадигму втянули, где есть единый Бог, и мы все у него там... Волос у нас впасть не может без его воли. Потом в адватийскую парадигму, где вам говорят, что вы вообще вот все одно, вот в одно единое сознание. Вот как вот сейчас я вам пытался втюхать. Бог есть любовь, и это вы. Но это все неинтересно, если об этом разговаривать. Но если приходит осознание, что вот нету в этой цели, никакого человеческого я, даже как в вашем. Да, нету никакого того человеческого я, как ты себе предполагаешь о нем в рамках одной из парадигм. Значит, получается вот это самое сознание, божественное, как угодно можно назвать, да, говорит через вас. Да, вот сейчас оно говорит. И создает вот эту иллюзию от зеленого, что якобы оно от зеленого слабого. Но если она создает иллюзию, это концепция. Оно просто, просто вот как женщина говорит, вдох и выдох делает. Дышит. Всеми миллиардами концепций, какие ей только есть. И все они правильные. Нету такой иллюзии. Я же говорю, есть иллюзия, что есть отделенность, а есть иллюзия, что нет. Ну вот смотрите, я вам историю скажу маленькую. Значит, если ей снимают, и у них вместо приветствия, они говорят, я, ты, это я другой. Да. Все, и вот это противоречие, оно снимается. Да, даже вот действительно, вот у этих вот людей, которые живут в различных, не цивилизованных таких вот, сцентийских цивилизациях, как вот европейская, у них это даже в языке везде, а у нас это было прописано во всех вот поговорках там. Не плюй в колодец, напиться придется, не руби русок, на котором сидишь. А у вас на каком уровне? У них на уровне верования, а у вас на каком? Нет, а понимание на основе чего у вас основывается? Нет, хотите понять, на что вы будете опираться в своем понимании? Только на том, что вам ясно, а ясно только потому, что вы в это верите. Вот чтобы ваше понимание сформулировалось, вам нужны объективированные какие-то объекты, которые были бы ясны. Тогда понимание происходит. Но они ясны только потому, что вы в них верите. Поэтому ваша вера, ну, ничем не лучше, религиозной или первобытной. Но если нет никакого я человеческого, который может верить или не верить, тогда оставься только этот вопрос. Почему существует вера? Нет, вопрос не один, их тысяча. Нет, почему тогда это отверстие существует. Я отменяю. Ну, да, это, кстати, молодец. Это очень хороший момент. Я же говорю, как это я отделился, как вот, я говорю, на уровне тела уже вроде бы разобрался, что на уровне тонкой материи мы все одно. Волны единые, информационные. Отлично. Значит, с материи все нормально. Это только кажется, что вот у него тело, потому что это у меня так язык, ой, не язык, а мысль идет. Рука, нога, кожа, там, там, мышцы, скелет, там, желудок, ну, я там разрезать его могу посмотреть. Вот это я, ну, это нарратив. Никаких мышц, кожи, ничего этого нету. Ну, в смысле, оно есть одновременно. Но оно есть только в рамках этого нарратива. Потому что я говорю, кожа из молекул, молекулы из атомов, атомы из элементарных частиц, элементарные частицы, там, в нигде. Можно понять. Можно. Понять. Все, вот мы и поняли. В основном, это ощущение, да, Поняли. Значит, так, с телами все поняли. Вот это ощущение. С телами поняли, что нету отдельных тел, а все это просто рассказы об отдельных телах. А что на самом деле на уровне энергетики, это одна энергия матрица, или цифры, или энергия, или волны, или информация, это все одно. И никуда не девается, и из него вот как-то, ну да, там, субстанция, форма, ну в общем, там философно. Поняли мы это? Теперь давайте на уровне ума понимать. На уровне ума. Как мой ум отделен от его ума? Вот здесь уже жестче ситуация, потому что при помощи ума мы сейчас тела как-то слепили в одно. Единое тело. Ну или единое место, где все это слепляется. А вот умы-то как? Ведь у умов, видите, нету ни атомов, ни молекул, ничего. А с чего умы состоят? При помощи, где вот граница между вашим умом и моим умом? Причем смотрите, вы хотите меня в свое понимание втянуть, а я вас хочу в свое понимание, значит границы нету. То есть, может быть такая ситуация, когда либо вы меня убедите, и я стану вами, а это и есть, что я стал вами, я принял вашу веру, я верю в то, что вы говорите. Итак, я ваш портрет вешаю, и дальше мы молимся на вас. Понятно, да? Вот, вот прямо так себя исправлю. А чего это я так вот себя чувствую? Это уже не ко мне вопрос. Вот это очень важный момент, вот, кстати, вот не зря. Это именно вот к себе, а как это я так себя чувствую отдельным? При помощи каких инструментов? Кто играет моего аватара? Да. Как? То есть, видите, что вроде бы тело, конечно, да, женщина сидит, не пришей, не пристегни, там, сидит и сидит. Есть куча описаний, при помощи как мы... Это мужчина сидит. Но мы же уже сказали, это ерунда. Даже вот я говорю, когда у нас любовь между мужчиной и женщиной возникает, мы же через... Ну, вначале, конечно, тело хочется посчитать, но это не главное. Главное, это вот, что там внутри слепляет, правильно же, людей? Кто там играет в меня. Да, и вот мы вдруг видим, что и в меня, и в тебя играет одно и то же, и поэтому мы становимся одним. Ну, это вообще вот так вот. И вот, понятно, да? И вот, теперь спрашивается, с телами все вот, какая тема, тема. А вот умы-то, как я, из каких я слепил свой ум? Из чего? Из каких? Видите, ни атомов, ни молекул нет ума. А из чего? Я слепил свое я, причем так конкретненько, что начал ваше я бояться. Ну, или не бояться, а, ну, обсуждать, например. Ну, или давать оценки. Типа, это я красивее меня, это я умнее меня, это я страшнее меня, это я опаснее. Это я не про вас, а вообще, как это, как это, и действительно, если вот там у вас я какой-то, вот, которая сейчас там отдельно что-то хочет прорыть свой туннельчик, есть ли вот то-то оно, или же, и как оно вот пытается, и вы же все время так говорите, подождите, у меня есть один вопрос, вам, нет, подождите, у меня есть один вопрос, то есть вы все время начинаете, а из чего вы вот хотите это слепить, из чего вы этот один вопрос слепляете, если то, про что вы говорите, про молекулы атома, там, про Бога, про Единое, это все фигня, это слова. На что вы хотите нанизать это все? Где вот тот ум, который ваш ум? У которого? Я не знаю, правильно я понимаю, но я это принесу вообще, но вы хотите в свою, в свою, но мы это заметили, я вас поддерживаю. Нет, нет, если нет в обмене никакого человека, я и вас, значит, это вот это сомнение. Нет, если слово неправильное, либо вы убеждаете, что у вас нету никакого я, либо вы уверены, что у вас я, вы на какой позиции? У вас свое я есть? Я не могу найти. О, вы так и сказали, я не мог, значит, есть. Видите, вы говорите, я говорю о том я. Видите, вначале у вас есть свое я, а потом вы о том я говорите. Вы прямо даже успеваете это сказать. Я говорю о том я. Нет, хорошо, а как я буду выражать? Как я буду выражать? А вот так вот и вы выражаетесь. Вы все время свое я выпячиваете. И от имени его строите концепцию. Если не от какого имени, просто я хочу выражать. Если не годится. Итак, только один вариант. Есть у вас свое я или нету? Я готов. Сразу себя раз и обозначил. Есть. Все заметили? Голосуем. Товарищи, есть я. А, какое оно у вас хитрое. Оно так и сказало, если я не могу найти. Значит, любовь. Ну, видите, сейчас эквилибристика. Это манера речи. И это все очень смешно, когда со стороны особенно наблюдаешь, как это я изгаляется, что оно себя найти не может. Это зеркало. Давай. Я не вижу своего лица, например. Мне нужно зеркало, чтобы себя увидеть. А так я могу в такой же... А что там увидишь, зеркало-то? Я не как-то с вами даже. Нет, 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 ты это я увидел или отражение. Ну, если представить, что тело... Нет, ты разби... Еще раз говорю, с реальностью нужно так вот, прямо вот... Итак, что это там в отражении я вижу? И начинай смотреть. Это где вот в этом отражении я? Ищи. В глазе, раз его иглой выколол, нету. Ну, это я пошутил. Вы можете без иглы это делать. Глаз, это там трубочки, хреночки, там я вот уроешь, роешь, там к мозгу он прицел, цеплен. Надо, значит, мозг вскрывать. Вскрываешь мозг. Где я в мозгу? В правом полушарии, в левом. Нету в отражении я. В отражении есть история о том, как описываешь ты нечто. Можно. сказать, можно. Вот. Вот. Видишь? Значит, оно не в отражении. Оно, значит, и без отражения там в нем находится. Вот мы тогда и начинаем вот эту известную вот махаршевскую тему, да? Я есть. Это вот. И начинаешь. Я это не тело, я это не ощущение, я это не мысли, я это не молекула-тома. Я это не не нити, нет и typically там, очень хорошая. Это одна из мощнейших тоже медитаций на реальности. Потому что, я еще раз говорю, реальность как реальность, она бессмысленна. Единственная реальность, о которой какой-то смысл есть говорить, это я реальность. Потому что я, видите, она все время я произносит. Она точно знает, что я есть. Она точно знает, что я где-то там в отражении. Она точно знает, что она точно знает. А вот и давай искать. Смотрим, смотрим. Я это тоже делал, потому что я это не тело, я это не ум. Плохо делал. Все только говорит, что я это не, я это не. Да. И вот может быть я или... Может быть или... Нет, слово может быть не годится. Еще раз говорю, искренний подход это надо вот... Как будто это вопрос жизни и смерти. Я это... Ну это сознание. Я это сознание. Нет, я это не сознание. Осознание. И не осознание. Я это я, осознание это осознание. Видишь, два разных слова используются. А? Нет, пока я. Нет, пока я. Чего-чего? А я это я. Я, вот, я это я. Я это я. Но это не просто так, это просто вот... Я. Это я. Это я себя нашел. До этого я был каким-то идиотом. А это же вот я дышит. Это я дышит. Потому что оно ни из чего не состоит. И дыхание уже после него как бы появляется. Это в я происходит вдох и выдох. Я даже еще глубже. Но причем это я не то, которое хочет понять или еще что-то. Потому что то, которое хочет понять, это вот там, что вижу в отражении. То, как я себя, себя вижу, как вот я умный человек, не умный, мужчина, женщина там. Это личность. Это не я. Потому что мы эту личность как луковицу счищали. Видели же? Что вы ни женщина, ни мужчина, ни россиянин, ни биологическое существо, ни анатомическое существо, ни существо, ни существо, которое что-то говорит, потому что говорение просто говорит. Я. Вот как маленький ребенок. И причем самое интересное, что никто не знает, когда я появилась. Вот с телом как-то все знают. Родители что-то такое сделали, в клеточке там даже видят, на мониторе это все посмотрят. А я когда появилась? И из чего она появилась? Если она из чего-то появилась, она из чего-то должна состоять. А из чего она состоит? А вы эти мысли состоите? Нет, мысли из него состоят. Мысли из него состоят. Я это мысль. А мы теперь вот я мысль убираем, оставляем только я, которая первую мысль мыслит. Про я. Есть же я, которая помыслила мысль я это я. Значит оно до мысли. И мысли после него появились. А из чего оно появилось? Ну это сознание и мысли, это человек, это человек. Нет, это опять рассказ. Это уже очень поздно, позднюю историю вы рассказываете. Мы уже сказали, что мы убрали все это. Вот осталось я это я. Я это я. Ощущение просто. Ну можно назвать ощущением, но ощущение это тоже уже поздняя ситуация. Это уже как-то выброс какой-то. Вот то есть откуда выбрасывается вот это ваше внимание. Я это я. И все вы знаете, что прямо здесь, почему мы говорим, что вы все в божественности прямо тут присутствуете. Вы из я все время вот это делаете. И разговор этот ведете, и постоянно на это указываете. И там оспариваете, и что-то понимаете, и что-то не понимаете. Вы проблески ловите какие-то, чего-то такое. Что-то такое. И вы понимаете, что вот когда я говорил про любовь, это я говорил про я. И когда я говорил про единое, это я говорил про я, потому что единое, оно потому единое, что не раздельное. В нем нет еще частей. Вот у Бога есть части, хотя он самый большой? Нету. Поэтому Бог это я. Логика такая жуткая. Ну а иначе чем же он еще может быть? Если я, Бог, это вот то, что в начале всего из ничего не состоит, и из него все появляется. Но это не то я, которое эгоистично. Эгоистичное я, это дьявол. Вот он хочет узурпировать права Бога и начать строить всякие концепции. Как мир создавался, как икому управлять, как всех нагнуть, как всех разогнуть, как всем дать знания. Это все дьявол делает. Он тоже как Бог делает. Он имитирует его. Он все время создает реальность. Вот для него реальность нужна. Потому что именно в ней он тогда, разделяя ее, не властвует, действует таким образом. Это ум так действует. Никакого дьявола, кроме ума, нету. Ваш ум это и есть самый страшный дьявол. А можно еще вопрос? Вот вы говорите, наблюдать за этим я. Тогда кто-то же наблюдает за этим я? Вот я и наблюдает. Потому что то, за которым и наблюдает, это еще не я. Мы же тебе сказали. Мы вот должны подойти к самому ближнему. То есть, ну как я, оно пытается найти само себя и... Ну вот так вот оно сейчас это делает? Оно прямо сейчас это делает. Вот прямо. Вот это и есть настоящий момент. Сейчас вот ты демонстрировал живой момент. А вот то, куда, про что, это там мертвичина. Я сейчас пытаюсь изо всех сил как-то себя показать. Вот сейчас. Существо, а вот если все-таки существует только Бог, да, если мы поговорим о Боге? Все, если Бог, все. Ничего не трогает Бога. Значит, получается действительно некуда длеваться. Некуда. Нет, это Бог, это Бог. Так вот, а если это Бог или этот сон, или сон этот... Ну не если. Вот видите, у вас слова-паразиты, которые выдают, что вы и лукавите. Вы сейчас, сейчас разговариваете с дьяволом. Да, да. Конечно, и он тоже Бог, совершенно верно. Да, потому что у него ничего нет. Ничего нет, молодец. Все-таки, значит, это Бог создает вот этот сон от длевности и от самого себя. Это так или нет? Ну, по логике дьявола, да. По логике дьявола. Это Бог создает то, что он отделен от вас, а вы от меня. Да, вот и дальше начинается. Мы берем палки и начинаем проверять, кто лучше отделен. Так все и начинается. Как только вы от себя что-то отделили, дальше начинается проверять. Чего с этим делать, с отделенным? Нет, получается, проверять уже нечего. Если это Бог за сон что-то... А если Богу видится сон, что тогда и проверять нечего, все, вы просветлены. Сидите, и у вас нимб золотой над головой. И вы демюрк бытия, и у вас такая любовь неимоверная ко всем, потому что вы видите, что это ваши пальцы. Сергей, вы сказали, вы просветлены. Вы знаете, как вы взяли? Да. Вы говорите, какие? Да. Сатана берет вверх. Наваливает. Я с меня только вспомнил, откуда он от этого просветлены. Ну вот, да, действительно. Откуда он может взять? Значит, есть отдельный просветленный, а это уже чушь. Поэтому отдельный просветленный, это тоже дьявол. Видите, что прямо-то так смешно вот это все говорит, что прямо вот мы же видим, что насколько все вот неправда. Вот правда же? Тут насколько все неправда. Тут есть только дыхание, понимаете? Да. Можно говорить что угодно. Ты проснулся, засыпаешь, дышишь. А источник дыхания это я. Так суть в том, что просто я есть и все? Все. А есть тогда смысл слова? Нету смысла. Ура! Жебель. Жабак такой, давай, утромали. Да, были такие ребята, которые... Ну да. Ну еще раз говорю, весь вот этот, весь момент только в том, ловите ли вы этот момент прямо сейчас. Вы! Не какой-то там Джейми, не какой-то там... Вот сейчас вы, когда это говорите, вы в я или где? Или кто-то вами говорит, какая-то программа? Можно заменить слово Бог со знания на слово Жизнь? Да на какое угодно слово можно. Уже поменено все это. Какое поменено? Христос сказал, я есть учуги. Можно на Ленина поменять. Ленин всегда живой, песню такую пели. На любое слово можно поменять любое слово. Нет, ну сознание любое, это нормальное. Ну если вы приоритет ему даете, да, давайте на него поменяем. Хорошо, если в этой комнате только Жизнь, вот она проявляется... Да, она вот прямо вот этой речью проявляется, да, и в ней смысла нет. И смысл нету, и есть только они. Ну дальше вот, понимаете, начинается просто вот какая-то бредятина. Пожалуйста. Если даже сейчас кто-либо здесь чувствует какое-то глубокое переживание, озвучивая это переживание, он дает другим возможность использовать это переживание, чтобы все... Да, потому что вы как раз это и ловите, что его переживание, это мое, он мне дает, я благодаря ему, для чего эти сатсанги проводятся, что мы с разных сторон как бы начинаем замечать, как мы притупливаем, или как мы наоборот, какой-то опыт вдруг вспл... И вы понимаете, что и это... Все разницы нет в хорошем состоянии. Да, 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 да. А моя это как будто дергать за эти ниточки, потому что я уже себя дергал, 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 и они для меня очень заметны, и я вас очень хорошо вижу, потому что я, это вы, ну, в заслуженном состоянии. И, в общем-то, и вам, видите, приятно приходить и слушать эту галиматью, потому что, потому что это же надо, вот другим каким-нибудь людям, вот сейчас вот Зай, покажи, о чем мы с вами говорили, два часа, безостановочно, с таким интересом, как будто Филипп Кирковский. Филипп Кирковский выступал, я не знаю, а ведь ничего не сказано, вот где были сейчас, там и остались, правда же, не сдвинулись ни на шаг, ну, потому что, чтобы вот в этом понятии сдвинуться, люди десятилетиями медитируют, чтобы только вот сдвинуться вот в то понимание, которое вы спросили, а оно не понимание, а вот именно в тот опыт присутствия, то есть я говорю, начали делать, и если вы начали делать, все, вы здесь. А еще раз, можно на этот момент, вы сказали, что все, что вы говорите, как бы, это сами себя. Да. Зачем тогда вам умыть? Да. Да. Знаете, есть такой, сейчас я вам сейчас скажу, есть такой фильм «Зеркало для героя». Я не знаю, видели, старый советский фильм, там два чувака из наших, ну, не из наших, из 90-х годов попадают в 40-е или 50-е, послевоенные годы. И там такая день, день сурка повторяется, каждый день он просыпается, и день заново. Но там этот один чувак остался в старом времени, а другой начал бегать там, убегать. А тот в старом, он начал ходить на фабрику, и каждый день он говорит, я заметил, они меняются. То есть день повторяется, а он в один день что-то наговорил, его там чуть ли не расстреляли, там день закончился, он снова разрушил, а у них что-то осталось. А через некоторое время они начинают, вы начинаете говорить то, что я говорил. Я уже это замечаю, вы уже начали это говорить. Вы уже говорите то, что я говорил. И даже, ну, мне так интересно, то есть уже не надо, уже не надо, уже таких людей очень мало, которых надо постоянно убеждать в чем-то. А вы начинаете проговаривать то, что я говорил. Это вот такой прикол, это вот как будто день сурка повторяется, а на самом деле движение-то идет. Удивительно. То есть это значит, я сам себя начинаю пробуждать. Можно я скажу? Я прослушала все ваши вопросы. Ой, спасибо. И я буду сказать, что вам благодарна, что вы появились в моей реальности. Если так смотреть, то, ну, это я. Да, да. Спасибо. И сейчас я говорю, есть много таких людей. Ну, вы уже даете прям техник много, которые прям вот тупо можно применять в жизни, что все вокруг зеркала. И когда начинаешь смотреть на людей, которые вот бесят тебя, которые ты думаешь... Да, раньше ты бесился. А что это, что он мне показывает? Вот прям умом, тем же умом. Окей, ну-ка. И потом или появляется вот благодарность, что где же показывает? Вот, не будь таким, там, кто-то... И вот они точно так же через некоторое время меняются. Вот я тоже удивился. Раньше он меня бесил-бесил. А вам смотришь, он меняется. То есть, когда ты перестал зеркалом Фиде показывать, знаете как? Ты замахиваешься, он замахивает. А ты раз не замахиваешься, и у него замах все ниже, ниже, ниже. А потом вдруг с тобой разговаривают. Я много набрала техник ваших. Вот, вот, совершенно верно. В этом и есть смысл. Что не обязательно спорить сразу. Не давите. Есть такая контролируемая глупость. То есть, вы видите, что надо человеку сказать, что он идиот. Но сейчас не время. Потому что вы ему скажете, а у него он суицид пойдет, сделает. Понятно. Ну, то есть, аккуратненько. Особенно с родными и близкими. Немного подыграть им. И по чуть-чуть. По чуть-чуть так вот, небольшими шажками. А что это, кроме тебя, как бы он не поймет? Что больше нет никакой инстанции? Ну, и потому что он это вы... Поэтому, может быть, дать пространство, чтобы... Ну, да. Дальше начинается... Оказывается, жизнь и страдания превращаются в игру. Вы теперь играете со своими родными. Вы водите их с темноты. Вот я вас вывожу. А вы своих там уже. И вот все это вдруг начинает просветляться в натуре. В натуре как-то. И действительно, может быть, время такое пришло. Вот вначале в говно такое вошли. А теперь из него потихонечку выходим. Может быть. Хотя смысла в этом никакого нет. Но это же так приятно и интересно. Правда? Это совсем другое отношение к жизни. Вот со всем этим делом. А вам просто нужно сконцентрироваться. Где вас страх ловит? Вас уже не конкретные люди. Вам они не интересны. А есть где-то вот ваша маленькая личность, действительно, ребеночка, за которого все-таки цепляют, что домик-то может разрушиться. И вот просто честно вот туда смотрите. Не бойтесь. Страхи, они точно такие же. Они пустые. Они ничего с вами сделают. С вами делать нечего. Вдох-выдох делают не они. Все. Это такая могучая сила, когда вы понимаете, что я бесконечная, никогда не рождалась, никогда нет из него все и дыхание. Что кто мне сделать может? Ну вот как Пьер Безухов в тюрьме сидел, у него тоже дошло до этого его. Толстой тоже не дурак был. Ничего с моей бессмертной... Ну в смысле тело можно, да, насиловать там еще. Но я говорю, его насилуют только тогда, когда вы упираетесь. Если вы доходите, вас перестают насиловать тело. Зачем зря вас? Потому что ваше тело насилует вы же. Вы же насилуете себя, потому что вы такой непроходимый, поэтому вас бьют, там, калечат. И вы такое, ааа, мирстрадания, козлы, кругом, как мне с этого свалить? Нет, бьют до тех пор, пока вы не дадете. Это я сам себе... Тут же перестают бить. Вот. Это вот такое волшебство. Ну, некоторых тупых продолжают, но это надо еще больше задуматься. Ух, я так затупил, что я вроде бы уже это, а меня продумали. Так смешно вообще. Это действительно... Это действительно другой мир становится. Вы действительно освобождаетесь как бы. То есть он не освобождается, он хуже. Конечно же, наваливаться дополнительно, но вы-то уже защищены вот этим. У вас всегда есть вот это прибежище. Я есть, которое не сотворено. И прямо сейчас оно вот прямо наблюдает этот страх, этот ужас, этот насилие там или еще что-то. Все. Вы... Ничего. Все. Это... Ну, это все. Вот и... Да. Да. Ну, а дальше вот начинается вот завтра, если кто записался, приходите, мы поделаем какие-то техники потуплению по поводу реальности и по поводу безупречной речи, и там еще что-то такое. Ну, да, практика... Да, извиняюсь. А что такое истина? Ну, вот и вот ты приехали. Ну, да, вот как бы я сказал одну истину. Бог есть любовь. Это я. Поступай к другим так, как бы хотел, чтобы они поступали к тебе. Все. Это истина. Не делай другим говна. Все. Это истина. Потому что плюешь в собственный колодец, из него же и пьешь. Это истина. Это настолько очевидная истина. Где-то вы про руку так хорошо до меня вот тогда говорили, когда взглянули. Ну, вот себе сколько тыкаешь, все потом заваливаешься. Да, ты все время себя тыкаешь. Это истина. Ты все время борешься с собой. Это истина. Истина – это не в смысле, что где-то есть правильная картина мира. Истина – это то, что ты сам с собой разговариваешь, сам себя бьешь, сам себя не любишь. Поэтому себя-то полюбить-то можно же в конце концов. В образе всего мироздания. Нет, в образе всего мироздания. Сергей, все-таки, конечно, можно прорезать. Можно. Все же не интересует Богу. А как это пережить? Вот прямо сейчас надо это делать. А это существует за ощущение от зелености. Давайте все обнимем и перестанем. Переживем. Как это пережить? Да никак. Умом это никак не пережить. Пережить – это в текущем мгновении. То есть принять и перестать врать самому себе и городить какие-то истории про кого-то. А все время говорить от первого лица. От я. Почему существует ощущение, что… Не почему. Ну, нету. Есть тысячи ответов почему. И все они, с одной стороны, верные, а с другой стороны, неверные. Почему это вот… Ну, ни о чем. Ну, как это говорится. Потому что поролилипипит. Ну, в школе так говорили. Или там гладиолус. Потому что гладиолус. Как и зачем это все создалось? Ну, вот так вот создалось как-то вот. Мой личный вопрос. Ощущение активности, оно же происходит через это тело. И вот, как-то вот, что-то мешает понять, осознать до конца, потому что тело не станет. Ну, как будто вот если… Ну, да. Ну, про смерть мы маленько поговорили, но… Другое тело соревновывается между тем, чем… Да. Да. Без контроля не пропускает. Да, проблемная тема вот этого старейшего, умирающего тела, конечно, она вышибает даже очень просветленных людей. Ну, вот я же говорю, эти люди там, которые от рака умирали, их это не волновало, что действительно тело – это такая иллюзия. И в то же время, она, конечно же, не иллюзия. Ее нужно кормить, одевать, ублажать, радоваться жизнью, пока здорово. Все. Только это теперь не проблема. Потому что у нас все время проблема с радостью в жизни. Что радость жизни наступит только тогда-то и вот целый условие. Когда у меня появятся деньги, когда у меня появится любимый человек, когда у меня появится… Все. Прямо вот сейчас радость жизни. Сейчас вот можно… Можно же? Ну, просто оставить себя радоваться не получается. А-а-а. Вот. Видите? Вот сидит и заставляет себя. Это как-то можно себя заставить радоваться-то? Никак. Никак. Значит, это не тот путь. Радоваться можно без заставляния. Ну, если просто ничего не делать, но не от радости она приходит иногда сама. Она сама по себе даже когда-то не ждет ее. Ну, да, бывало. Ну, вот надо увеличить вот количество этой радости. Заметьте, когда радость просто так приходит, и ее как-то вот в обе стороны начать увеличивать. Раньше тебе радость приходила, когда ты на пляжу лежал, а теперь ты радуйся, когда ты в офисе бумажки перекладываешь. Да, вот раз уже в офисе перекладываешь, найди, где у тебя радости не было, туда ее перетащи. Знаешь, садомаза опять же. Видишь, как люди изгалились, и там радость умудряются получать. А для вас это же было бы трагедия. Да. То есть люди могут радость везде, а значит просто вся проблема, что ты ее с собой не таскаешь. Что бы ты ни делал там, я говорю. Зарабатываешь много денег, радость. Играл все в карты, радость. Зарабатываешь какие-то практики, делаешь, можно сказать, духовное. Вроде сначала ничего не происходит, ты думаешь, зачем ты это все делаешь. Ну да, но видишь, что слово «может быть, так сказать, духовное». И все, вот, по-моему, я. Не, не, не. Притом, много раз уж тут, если это долго делать, то потом она начинает приходить неожиданно, а передстающих, когда это происходит, а она почему-то уходит. Да, это вот разговор неосознанный. Мы его все время делаем, и, кстати, очень много. Я его сейчас делаю. Да, делаем внутри себя, постоянно. Сами с собой так вот еще и производим. Мы с другими не искренне разговариваем, но самое интересное, что и с себе все время. У нас внутри есть все время такая, как бы это, знаете, адвокат дьявола, который все время говорит, ну я-то лучше, а вот это не я, типа. Но надо так сказать, да, вот это я вот такой, ну для начала. И это вот я, и это я. И, по-моему, это человеку сознаться. Но не спешите сразу ломить людей своими сознаваниями. Да, да, потихонечку. Начали аргиевые конюшни вычищать, а аргиевые конюшни – это действительно находить, кто вас раздражает, на какое он раздражение давит. Исследуйте это раздражение. Вот у нас, я уже в Ютубе, по-моему, много раз там. Поисследуйте, где вы начинаете нервничать по поводу чего. И зайдите в эти чувства. Вы шкребли их, тогда с людьми легче становится говорить. Во-первых, вы их насквозь видите, и уже не надо им там что-то их побеждать или еще что-то. Тогда появляется сострадание, что он оказывается там маньяк-убийца, ну потому что у него любовь такая. Это его форма любви извращенная. И уже ты не кричуешь «распните!» понимаешь, ну да, вот искаженный такой. Чего толку его убивать? Ну да, и всякое случается. Ну да, толку никакого. Но дело в том, что маньяки будут вам приходить до тех пор, пока вы себе вот эту агрессию… Нет, ну они говорят именно, чтобы показать. Да, показать, показать. А потом они перестают приходить. Я вот последних маньяков видел только по телевизору. И то уже перестал. Телевизор уже 5 лет на смысл. Нет, вы маньяки, мы уже не люди, которые… А вот я и говорю, именно про то, что давно уже никто не приходит. Ну может сейчас кто-нибудь решится. Да. А что такое срединный путь? Ну, само слово про себя и говорит. Ну, не могли бы немножко размыть? Ну, дальше раскрывается срединный, когда ты мне опишешь между чем и чем. Ну, это не очень сильно радоваться, не очень сильно огорчаться как-то вот. Ну да, да. По середине путь. Ну, там мне не совсем про радость и огорчение. Это вот как раз не впадать в какие-то крайности, ну, например, там объективизма или субъективизма. Или там двойственности или недвойственности. Ведь адвайта – это тоже получается не серединный путь. Если ее вот так вот начать вот кандовым. Серединный путь – это значит принимать противоположности. Не разделять и не становиться надо, а соединять. Поэтому он и получается самый мощный. Что ты соединяешь все миры. Что он, да, вот в буддизме там одна из школ – это вот серединный путь. Ну, и она везде. Как раз, и ты понимаешь, что срединный – это же соединение? Ну, да, да. Ну, там свои нюансы были. Потому что, я говорю, есть разные школы, которые исходят из другого, но они тоже правильные и тоже на своем месте для своих адептов вполне подходят. Потому что для них вот такая система видения более объективируемая. А другая – менее объективируемая. Так, у нас все, время закончилось.